Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 февраля 2016 года среда, по одному из старинных, 19-й день месяца в Югстужи, 7525-го, летоосьмидца. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Двойственность мира, инстинкты и правь». Автор-сведущий, а по-теперешнему сказитель, автор-сказитель Дарислав Стариков. Здравия тебе, Дарислав! Здравия, Алексей! Здравия, дорогие друзья, слушатели, зрители! Теперь, я так понимаю, появилась новая, как современным языком сказать, опция с видео, с изображением на Ютюбе. Вот, ну, отлично. Я считаю, новое введение, так что... Давно мы с тобой не встречались. Что у тебя нового, какие новости, чего хорошего? Поделишься, может быть, воспользуемся такой возможностью. Да вы знаете, дорогие друзья, Алексей, новости... Вообще у старовера и человека-созидателя новости каждый день. Каждый день он для себя открывает что-то новое в этом мире, вспоминает старое, что-то изобретает, предпринимает. Поэтому время для нас не проходит зря, мы не тратим его попусту, потому что само слово «время», как вы понимаете, это повторение меня, ежедневное повторение меня, и я хочу, чтобы мое повторение было плодотворным, несло созидание и развитие мне, моему окружению, моим близким, сородичам, моему народу и так далее. Поэтому с новостями сложно сказать, что конкретно для вас будет новостью из моей жизни. Проводим праздники. Вот зимний день Перуна проводили в Сибири снега по пояс. Если кто-то видел, тоже на канале YouTube выложили небольшой ролик по этому поводу. Ну что, дети растут, дома строятся, в общем так. И это радует. Это говорит о том, что жизнь полна, жизнь интересна, и, как говорится, так держать. Ну что ж, давай, наверное, приступать уже к сегодняшней нашей теме, к разбору её. Двойственность мира, инстинкты и правь. Вот такие ты дал две формулировки, двойственность мира, инстинкты и правь. Давай-ка, наверное, разберёмся, что за двойственность мира, почему эта формулировка так тобой подана, и что это такое за инстинкты и правь, почему ты их между собой сравниваешь? Ну, если мы будем говорить, раскрывать первое значение, то есть двойственность мира, то, конечно же, это очень условное разделение, это очень грубое разделение. То есть можно сказать, что тело и дух, материальное и духовное, природное и человеческое, видимая Вселенная, проявленная Вселенная, да, то есть род небесный проявленный, и невидимая Вселенная, то, что мы не видим, то, что мы считаем высокочастотным, то, что мы считаем плотно-материальным миром, да, и высокочастотным миром мысль и тело. То есть это, я ещё раз повторяю, очень достаточно грубое разделение, но мы в процессе, я буду раскрывать. И если приводить на простых примерах, таких, как мы видим вокруг себя, то есть природное и человеческое. Посмотрите внимательно, где созидает природа, у неё там свой порядок, у неё нет строгих линий, у неё нет заборов, у неё нет каких-то разграничений, прямоугольников, кругов, у неё всё плавно перетекает одно в другое, то есть это такой своеобразный природный порядок. Некоторые называют его хаосом, но на самом деле это природный порядок, так взаимодействуют стихии, уравновешивая друг друга и поддерживают друг друга. Посмотрите, там мир, в котором строит человек и созидает. У человека строится немножко всё по-другому. То есть у него больше прямых линий, у него больше разметки, больше расчёта, то есть у него, вот если сравнивать город и лес, то вы видите, да, разница существует. И в поведении разница эта существует тоже. Если брать поведение животных, то те, кто изучал биологию, те, кто изучал хорошо анатолию в школе, ботанику, знают, что в природе инстинкты друг друга уравновешивают. Ну, возьмём пример, который я очень часто привожу. Ну, это пример дикого кабана. У дикого кабана отсутствует отцовский инстинкт. То есть у него есть инстинкт охоты, инстинкт охраны территории, инстинкт размножения, сна и так далее. Что такое инстинкт? Инстинкт – это программа. То есть если брать природу, то вообще в природе это силовая, силовой вектор, силовая линия, можно сказать ещё, которая действует во Вселенной определённым образом. И данному вектору, данной силовой линии подчинены все живые существа. Если вы внимательно посмотрите, то когда создаётся живое существо, то в нём прописывается программа определённым образом, при каких условиях это живое существо будет размножаться, каким образом оно будет питаться. И эта программа генетическая, наследственная, она прописывается достаточно чётко. Сейчас программисты, они очень хорошо могут объяснить эту систему. И даже я занимаюсь вот со своим учеником, который в прошлое, позапрошлой жизни, вообще он микробиолог сейчас, и он занимался именно составлением природных ландшафтов, то есть полностью заселяя землю изначально. То есть сначала заселялись микроорганизмы, потом трава, лес, животные. То есть составлялась вот эта вот экологическая цепочка, которая создаётся и работает автономно. То есть в ней очень чётко вписаны все звенья, и она может работать очень долго и автономно, потому что там каждое животное друг друга поддерживает, уравновешивает. Это и называется вот пищевая цепь. И если брать, опять же, говорить в смысле эволюции, как таковой, как сейчас объясняют учёные, то программисту, ну, ему очень сложно относиться к данной теории, потому что, ну, невозможно вот там из простой программы компьютерной сделать Windows, например, там, 10, или чтобы она самостоятельно вдруг ни с того ни с сего из простого приложения превратилась в операционную систему. Ну, это, в общем, невозможно. Вот. И вот природа, она, если вернуться к кабану, то у него инстинкта отца нет. Вот есть животные, у которых инстинкт отцовский есть, а вот у кабана нет. И как у них происходит взаимодействие? То есть он спаривается с самкой в период брачного сезона. Самка, забеременев, уходит из стада, создаёт отдельное логово. Там она поросится. У кабана прописан инстинкт охоты вот до 20 сантиметров от земли. То есть он питается мелкими грызунами, коренями, травой, ягодами, грибами. На крупную дичь кабаны практически не нападают. Это бывает крайне редко в голодные зимы, когда им действительно уже нечего есть. Тогда они могут напасть, там, ну, не знаю, на более крупную дичь. А так у него строго определён его ареал или диапазон охоты. И вот когда кабанята рождаются, они как раз в этот период, пока они маленькие, они входят в этот ареал охоты. И вот в противовес его инстинкту охоты, так как у него отцовского инстинкта нет, у него есть инстинкт охоты. Если он их встретит, он их съест. И чтобы этого не происходило, в противовес его инстинкту есть инстинкт у матерью, у самки кабана. Она, кабана, просто не подпускает к логову. Она его не подпускает к кабанятам. А у животных, программы, когда прописываются, они на самок нападать не могут. У них запрещено. То есть у них запрет в программе стоит. И поэтому он с самкой не спорит. Когда же она решает их ввести в стадо? Когда у неё заканчивается молоко. То есть они вырастают до такого уровня, что у неё не хватает молока. И она понимает, что всё, их можно вводить в стадо. То есть они перерастают, диапазон охоты кабана, и он их принимает в стадо. То есть он больше всего, они не являются его добычей. Вот таким вот образом в природе практически всё взаимосвязано. Всё друг друга уравновешивает. Потому что свободы выбора или воли изъявления в природе как такового не существует. Что же мы видим у нас в сообществе? У человека всегда говорят, что у него есть свобода выбора. То есть самый главный дар богов человеку – это совесть. То есть это совместная весть. А с чем совместная весть? Вот когда судья судит правильно, его называют спра, то есть испра, веды, лить, во, эстер, в твёрдое состояние. То есть это когда льётся поток исправи в наш явный мир. Поэтому у нас слово «правильно», «правило», «правило». То есть мир божественной прави. Но мир божественной прави-то у нас, он же находится не на какой-то там планете, там или земле, да, он находится в более высоком духовно, вернее, в высокочастотном мире. То есть если говорить вот у человека, у него есть тело, а есть у него дух. То есть это высокочастотная составляющая человека. И поэтому мы живём в явном мире и в себе, то есть в нас соединяются сразу два мира, два мира. Вот вся видимая Вселенная, дикая, она строится именно вот на таком принципе, о котором я сейчас рассказал. Поэтому если убрать человека с Земли, Земля таким образом устроена, что это никак не повлияет на её дальнейшие жизни функционал. То есть на ней также будут расти трава, развиваться животные, расти лес и так далее. То есть мы только нарушаем её природную составляющую, её комфорт. Если нас убрать, то она будет процветать даже лучше, чем с нами. У неё механизм запущен изначально автономно и не зависит от нашего присутствия. Если взять наше тело, то когда мы ложимся спать, оно работает точно так же. Независимо от присутствия сознания. Оно функционирует по тем программам, которые были изначально прописаны в нашей генетической памяти, которые дали нам потом наши родители. И утром, вернувшись из путешествий, войдя снова в тело, мы получаем отличное тело с заряженными аккумуляторами. Вы представляете, какое благо на самом деле. Вот пригнали машину, вечером поставили её в гараж, а утром встали, а там уже полный бамб бензина. Красота, да? Не надо деньги тратить и заправку на заправку ездить. А у нас с телом происходит именно так. Мы вот его вечером положили, утром вернулись, вошли в него, а оно вот опять готово ездить весь день. То есть наше тело работает по тем же схемам и программам, что и природа. В нашем теле точно так же инстинктами можно назвать все программы, по которым работают внутренние органы. И доступ нашему сознанию в тело минимальный. То есть изначально, когда человек получает тело в распоряжение, но не человек, а суть, человек это уже объединённое с телом, так сказать, суть получает в распоряжении тело, то доступ к жизненно важным программам он ограничен, чтобы неразумное сознание, неразумная личность не испортила тело раньше времени. Поэтому мы на тело можем влиять только косвенно. И только когда растёт уровень сознания, то есть опять же сознание с кем? С высшими силами. Только когда у Личности растёт вот этот уровень сознания, тогда для неё открывается всё глубже и глубже уровни управления собственным телом. И вот тогда уже можно выходить и на регенерацию клеток, и на продолжение жизни до столько, сколько вообще нужно для того, чтобы суть реализовалась в этом мире полностью, и ушла отсюда, выполнив все здесь задачи, сформировавшись и больше сюда не вернувшись. И это действительно доступно. Но происходит вот этот вот рост, переход от стихийного к божественному в течение определённого промежутка времени. Если мы возьмём маленькое дитя, оно от животного ничем не отличается. Оно живёт инстинктами. Писает, какает, спит и так далее. Когда рождается маленький ребёнок, вот те, кто своих детей принимал сам, то в первую очередь проверяют хватательный инстинкт, рефлексы. То есть как работает тело. Оно работает уже, как только родилось, оно работает автоматически, по программам. И вот со временем в этом теле начинает суть потихонечку проявляться, то есть учиться им управлять. Когда рождается ребёнок, то у него в головном мозге есть запас в 50 миллиардов нейронов. Спрашиваются, для чего ему такой запас? Зачем ему нужны эти нейроны? Ведь на самом деле все двигательные команды, все команды управления у нас уже есть от рождения. То есть, но находятся они в затылочной части и управляются спинным, головным мозгом. Всё тело, все двигательные рефлексы, пищевые, то есть всё есть. Вот именно эти рефлексы двигательные проверяют врачи после рождения ребёнка. А личность, когда начинает развиваться, проявляться в человеке, у неё-то, получается, связи или воздействия на тело нет. То есть, вот представьте, вы садитесь в кабину автомобиля или самолёта, а ручегов управления нет. Как им управлять? И вы начинаете изучать потихонечку этот инструмент, этот костюм и учитесь им управлять. И вот как раз для этого и нужны вот эти 50 миллиардов нейронов, которые начинают выстраиваться в определённую нейронную связь, пронизывая, опять же, всё тело. Для чего? Да для того, чтобы Личность уже управляла этим телом. Вот для этого, до этого тело само по себе управляется. И вот маленький ребёнок, он начинает учиться управлять этим телом. То есть, он учится сначала двигать руками и ногами осознанно. Они у него неосознанно и так двигаются, куда попало. Но он старательно, сосредоточенно смотрит и тянется к игрушке. То есть, он простраивает вот эту вот нейронную связь, которая позволит ему, управляя рукой, как манипулятором, дотянуться до этой игрушки. Это вам сейчас всё просто. Вы вспомните то состояние, когда вы учились только это всё осваивать. Сколько вам потребовалось труда, силы и воли, чтобы научить. Ведь вы воплощаетесь совершенно осознанным существом. Просто ваше тело, оно неосознанное. И не может ещё выразить то, что суть хочет или желает донести до родителей. Поэтому ребёнок порой на взрослых смотрит с удивлёнными глазами. Что ты передо мной кривляешься, обезьяна? Я тебе говорю, я там кушать хочу, а ты мне игрушку суёшь. Вот. То есть, очень часто именно так и происходит. И хорошо, если мама, она в большей степени мысленно слышит ребёнка. Она прям вот интуитивно понимает, что ему надо. И вот ребёнок, он начинает потихоньку учиться управлять вот этим манипулятором. И вот эти 50 миллиардов нейронов, они начинают встраиваться в тело. И самое главное, что они получаются связующими клетками, связывающими Личность, будущую и строящуюся. То есть, Личность — это вообще инструмент взаимодействия с явным миром. То есть, это суть с помощью Личности как инструмент, ну, это как дешифратор взаимодействия с окружающим миром. Поэтому Личностей может быть очень много. У человека он их может менять как одежду в зависимости от того, в каком мире он пребывает в данный конкретный момент, в какой он реальности или параллели находится. Вот. Соответственно, он одевает определённую Личность. И у некоторых людей Личности настолько сильные, что даже внешность меняется, и они вообще находятся в двух параллельных мирах. И староверы, многие могут это подтвердить. Потому что многие староверы работают в обычной системе или занимаются предпринимательством, и мало кто из их окружения знает, чем они вообще занимаются и чем они живут на самом деле. Какой у них мир и что у них там внутри в семье и вообще нет. Вот. Но, вернувшись опять к этим 50 миллиардам нейронам, вот Личность потихонечку выстраивает вот эту вот связь. То есть ребёнок учится ходить, говорить, читать, то есть всяко-разно управлять этим телом всё глубже, глубже, глубже и глубже. И в итоге получается у него простроенная цепь, каждое нейрон, он встроен в тело и он живёт телом, а тело живёт инстинктами, но в то же время он подчинён Личности. И вот вы знаете, в Индии есть такой символ шестиконечная звезда. Есть он, конечно, и в Израиле. Кто-то его называет Магендовидом, кто-то его называет звездой Велеса, но это очень уникальный такой символ, который означает два направленных в разные стороны потока. Один сверху вниз, другой снизу вверх. И они ровно накладываясь друг на друга показывают, что это уравновешенные потоки снизу вверх и сверху вниз. И у нас в нашем организме происходит всегда вот это направление от Личности к телу и от тела к Личности. То есть от инстинктов к телу и вернее к Личности и от Личности к телу. Ну, приведу простой пример. Сидит солдат в окопе и здесь нужно подниматься в атаку. Представляете, какое у него внутри возникает силовое поле и трение. Инстинкт сохранения кричит нельзя тебя там убьют, а Личность говорит не пойдешь тебя будут считать предателем. И в итоге кто кого пересилит. Это же идут нервные импульсы от тела к мозгу и от мозга к телу. То есть тело кричит нельзя, а мозг кричит вставай. И вот здесь уже как раз что в человеке превалировало, то и побеждало. Если превалировало животное, то он оставался в окопе. Если превалировал Бог, то он поднимался и шел в атаку. И во многом если тут отвлекаясь так сказать упомянуть опять же тему наших богов, их помощи в нашей жизни и их силе, то всегда богом воинского духа и пробуждения духа являл собой Перун. А Перун у нас, как вы знаете, управляет молнией во Вселенной на нашей Земле. А где молния проникает в организме человека, где она? Между нейронными клетками происходят импульсы. Как раз вот эти импульсы внутреннего тока вот этого. И вот когда человек сомневался, он обращался к Перуну, Перуне вми призвающих тебя, славен треславен буди, оружие, воин, защитникам расы, дожди. И поток силовой увеличивался от личности к телу, и он вылетал из окопа и шел на врагов, уже не боялся ничего. У него сила, то есть именно вот этот поток нейронных связей, который шел от личности к телу, усиливался Перуном, и он поднимался и становился героем. И вот эти два начала, они в нас существуют всегда. И вот если брать жизнь человека, то он от стихийного состояния растет за жизнь до божественного. В детстве он стихия, а к старости он должен стать Богом. То есть он должен пройти все, освоить все инстинкты, он должен научиться ими управлять, он должен научиться управлять своим телом, он должен к старости отпустить все образы, образы всего явного мира, и в чистом виде, в чистом кристаллизованном, духовном, структурированном состоянии перейти в следующий мир. Ну, вот так. Алло, я в эфире? Да, ты в эфире, я просто так заслушался тебя, очень интересно рассказал. Напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы мы принимаем из чата Народного Славянского Радио, и по возможности, если помощники таковые найдутся, будем принимать вопросы из чата видеотрансляции на нашем канале в Ютубе. Вопросы, начинайте всегда с фразы вопрос в эфир. Если вы из Ютуба задаете, то добавляйте вопрос в эфир из Ютуба. Дальше представляйтесь по-русски, например, Максим Максимович или Пётр Петрович, своё имя пишите, и желательно написать, откуда вы. И тогда будет этот вопрос обязательно учтён и к нам сюда прислан. А раз он будет прислан, то мы его зададим и ответ услышим. Иначе, если нет фразы вопрос в эфир, это будет рассматриваться как просто дружеское общение. Вот как-то так. Ну что ж, ну что ж, очень всё здорово ты рассказал, и животное начало сюда подтащил, и вот то, что связано с мозгом. Но с другой стороны, мозг это такой интересный инструмент, который поддаётся дрессировке. И вот как ты думаешь, какое твое впечатление, представление инстинкт и совесть? Вот ты там сказал, что совместно и так далее. Но давайте немножечко более точно здесь охарактеризуем. Каким образом мозг позволяет уживаться сознанию вместе с совестью? Ведь сознание, оно часто в первую очередь подчиняется именно инстинктом, о чём ты сказал, да, что вот главное поднимется в атаку или не поднимется, то есть струсит или пойдёт. Каким образом в мозгу дрессировать, наверное, даже так я поправлю, дрессировать в себе человека, живущего не просто сознанием, а сознанием через совесть? Ну, смотри, дело в том, что для этого изначально наши предки, когда вообще белые люди, я бы не стал говорить, что вообще люди, белые люди, вообще человеческая форма жизни, это культивированная, скажем так, форма, и естественно, когда рождается, создается, я уже не буду, скажем так, углубляться в подробности, то обязательно существуют центры или очаги культуры, потому что без них человек скатывается в состояние именно жизни по инстинктам, то есть деградировать, но я не сказал бы, что это деградирование, то есть он переходит в животную форму состояния, то есть если посмотреть внимательно, как все наши домашние культурные растения, сады, то, что мы возделываем и употребляем в пищу, мы ведь с ними живем в симбиозе, на самом деле, мы ухаживаем им, они нам дарят свои плоды, и когда человек перестает ухаживать за каким-то, например, за яблоней, яблоня возвращается в свое изначальное состояние, в животную, в дикую форму, то есть у нее появляются маленькие плоды, то есть только для переноса генетического материала и все, и наша культура в изначальной форме она подразумевала создание такой внешней среды для человека, чтобы в нем как раз эти два начала развивались гармонично, если ты посмотришь, например, привитие вот этих понятий, они были с детства, все наши сказки, народные сказки, везде фигурируют животные, и причем животные с ярко выраженными образами, медведь, лиса, волк, заяц, то есть это же характеры, конкретно характеры и конкретные характеры поведения человека, и дети уже начиная с детства, они уже себя классифицировали кто-то зайчиком, кто-то волком, кто-то медведем, кто-то конем, лошадкой или еще кем-то, то есть они уже вот эти моменты на себе пробовали, прощупывали для того, чтобы учиться управлять ими. Если ты посмотришь наш круголет, там все то же самое. Почему чертоги называются животными, а покровители у них боги нашего пантеона? Почему так создано? Потому что вокруг нас стихия, а в стихии не мне тебе рассказывать, есть боги стихийные, то есть если например Семаргал огнебог, это бог управляющий стихией огня, а стихия огня это огненные саламандры, это духи огня, и с духами огня взаимодействовать человек напрямую не может, слабый, неподготовленный, вот как у нас на празднике, когда приезжают городские, абсолютно неподготовленные люди, и начинают ходить по углям, с огненными саламандрами, у них бы такое никогда не прошло, стихия, она очень сильна, а через Семаргал огнебога, пожалуйста, с его помощью и с его силой ходят по углям даже неподготовленные люди, то есть вокруг нас стихия, поэтому и прописаны чертоги круголета животными, определенными, для чего? для того, чтобы нам объяснить, что в данную эпоху стихия космическая будет влиять на человеческое сознание и на человеческое сообщество, проявляя в нем именно характерные черты для данного животного, как, например, стихия эпохи лисы, а Бог или Богородица будет ему как в качестве баланса, то есть Богородица, которая дает определенные качества человеку, она как раз будет ему, ей, этой стихийной силе в противовес, поэтому о том, что божественное и стихийное у нас существовало и существует всегда вместе, и мы призваны, как вот те нейроны, как раз эти два мира в себе и объединить, потому что через нас правь управляет миром стихии, через нас она его видит, понимает, чувствует, так же, как мы, как мы, личность и сознание управляем собственным телом через те же нейронные клетки, которые находятся в теле, и вот эта вот культура прививалась с детства, объясняя, что есть инстинкт, а есть совесть, и если брать какие по каким законом живут звери в лесу, слабый и больной погибает в первую очередь, чем длиннее и мощнее клыки, тем больше власти и уважения, то есть кто сильнее, тот и прав, кто быстрее, то хитрее, тот и прав, то есть в лесу выживает сильнейший, вот основные принципы и правила, там нет понятия воровство, там есть понятие охоты, и кто хитрее, кто злее, кто сильнее, тот и у того и больше добычи, а в противовес вот этим вот поведением и инстинктам у нас есть свод правил и заповедей, которые нам оставили боги, в которых часто говорится противоположное, то есть больному и слабому помочь надо, поэтому у нас во время войны в первую очередь спасали стариков и детей, потому что старики это мудрость, дети это будущее, у нас чужое не бери, леса залезла в курятник, у нее нет воровства, у нее есть охота, а у нас чужое не тронят, почему? ну потому что это не твое, возьмешь чужое отдавать-то свое придется, и у нас вот эти вот заповеди, поведение животных, с одной стороны в касках всегда прописывается, как ведут себя животные, а с другой стороны всегда на богослужениях говорятся о заповедях богов, и вот эти вот поведенческие, две поведенческие линии, они у человека и раньше, и сейчас всегда прослеживаются, и какую он из них выбирает для себя, дело в том, что если убить инстинкты раньше времени, инстинкт размножения, к примеру, как стараются делать это некоторые монахи или те, кто занимается духовными практиками, а потом вдруг, вот он в 30 лет осознал, что он должен стать вегетарианцем, он должен духовно развиваться, в общем, понятно, против всего мирского, вот, и тут в 40 лет вдруг он прочитал книгу там или осознал, он проснулся, надо продолжать, он, значит, 10 лет убивал свой инстинкт размножения всяко-разно, а тут оказывается наоборот, его нужно теперь развивать, а время уже упущено, поэтому у нас культура таким образом, вот если взять круг жизни, то там всегда говорилось всему свое время, то есть пока ты молодой, никто старался не сдерживать прямо вот так вот яростно и осуждать проявление инстинктов, когда молодежь хочет подраться, когда они хотят показать свою удаль молодецкую, да, им всегда создавали условия для этого, потому что в это время нужны хорошие кулаки, мощная спина, потому что в этот момент играют инстинкты, и они должны быть сильны, потому что мужчина будущий защитник, а там без крепких зубов, поверь, ничего не сделай, соответственно, когда мужик в 40 лет ему бес в ребро бьет, вот там уже говорили, нет, ты, брат, что-то ты сплоховал, здесь-то ты как раз уже мудрость должен проявлять, а не удаль молодецкую, то есть вот круг жизни, который дается опять же в ведах, вот он четко показывал, как от стихии человек становится в божественном состоянии, и вот сейчас, если говорить в нашем мире, то каждый должен просто для себя определить, на какой точке вот этого роста он находится, то есть где он находится, на каком уровне баланса в нем должны быть стихии инстинкта и совесть, инстинкта и правь, потому что если уже брать глобально, то действительно человеческая личность самостоятельно против инстинктов никогда не устоит. Инстинкт размножения он настолько силен, он настолько сильно действует на человека, какие методы воздействия инстинктов? Ну как вот мне объясняли, с нами живут духи симбиоты внутри нас, вот если брать инстинкт размножения, то этот дух симбиот, он подселяется во время половозрелости ребенка, потому что природные духи, они подчинены стихийным богам, и соответственно они выполняют данную миссию. Если данного духа отпустить, то инстинкт размножения оставляет человека полностью, то есть все, его никаким образом больше не волнует женская половина в плане секса или в плане соития, то есть он даже не встает. Вообще никак. То есть все, дух, симбиот отпущен, больше он не влияет на организм. Если брать в естественном состоянии, у нас после как заканчивался детородный период, 50-60 лет, а потом он просто не нужен был, потому что развивали души, развивали другие способности, видения, он действительно не нужен был, поэтому он отключался, так сказать, все, дух, симбиот отпускался и он уходил. Так объясняли мне с позиции магии, с позиции взаимодействия с природными силами, с природными духами и так далее. И точно так же у нас за все инстинкты отвечают духи, симбиоты, которые, если, например, убить духа, который отвечает за поглощение пищи, то он наступает анорексия, у него пропадает аппетит, а его можно убить, то есть, если человек запрещает долгое время питаться, дух покидает его, и все, и тогда он вообще, тогда, как правило, от анорексии вообще очень трудно вылечить, так же, как и от импотенции, или как там отсутствие интереса и желание, да, вот, поэтому всему свое время, и старики раньше знали, как идет развитие, то есть, что должно быть, как проявлено должно быть у ребенка, как проявлено у подростка, как у мужчины, как у мужа боярова, как у потом зрелого мужчины, как у возрасте, там, средний, и все, то есть, вот это было расписано, и культура сама во многом помогала человеку находить вот этот вот баланс между стихиями, но и конкретно уже по совести здесь вот как раз культура были праздники природные, где напитывались инстинкты от природных сил, а были праздники богослужебные, которые наоборот воздействовали на высшие божественные центры нас и напитывали их, то есть, поддерживали совесть, потому что даже если у человека есть совесть, то есть, когда совесть у нас отражается на двух основных составляющих, это интеллект и чувство обязательно, то есть, человеку приходит мысль, что он неправильно делает, и чувство обязательно приходит, то есть, внутри очень дискомфортное состояние, и это и называется совесть, когда этих чувств у человека нет, это уже 50%, даже если мысли приходят, что он что-то неправильно делает, если подтверждения на чувствах нету, то мысль, она как пришла, так и ушла, поэтому создаются законы, то есть, чем глубже, так сказать, человек погружается в стихию, чем меньше у него связи с правью, тем меньше у него вот этих вот информации о том, что он поступает неправильно, но тогда он подчиняется уже законам стихийного мира, животного мира, и если посмотрите, многие преступные сообщества, они же ведь не по беспределу живут, они живут по строго определенным законам, у них есть вожак, у них есть стая, то есть, у них есть шестерки, то есть, у них все четко регламентировано, как волчий стай, то есть, никто в данном мире не живет без правил, у каждого свои правила, то есть, кто-то живет по правилам животных, кто-то живет по правилам богов, по совести, и воспитывать здесь порой очень трудно на самом деле, когда инстинкт размножения бьет в голову, вот, личности, даже если понимаешь, что он делает неправильно, и поступает, что измена, это очень плохо, это ведет к тому-тому-то, но сдержаться не может, и вот здесь как раз, чем больше у, ну, скажем так, у личности, у сознания, у мозга, чем больше у него доводов против того, чтобы изменить своей жене, тем лучше, и всегда старались вот этих доводов приводить как можно больше, например, мужчина, который изменяет своей жене. Какие могут быть доводы? Первое, он отдает год жизни своей, потому что в природе секса не существует, а существует размножение, поэтому, как только он соединился с женщиной, ее матка фотографирует его половой член, и энергетическая связь сохраняется. Все. То есть, он пойман, дальше матка уже забирает у него энергию на создание потомства. Вот. И если он не знает никаких там практик определенных, да, чтобы прекратить это, он не сможет уже, то есть, однозначно, сила будет отдана. Это первое. Второе. Когда оплодотворенная яйцеклетка с одним сперматозоидом, то если туда проникает еще один сперматозоид, данная яйцеклетка разрушается. Соответственно, любая измена это разрушение семьи. И если мужчина любит свою жену, любит своих детей, любит свою семью и свой род, то, соответственно, он подумает, прежде чем пойти налево. Потому что это приведет к его разрушению. Второй довод. Третий довод. Так устроен наш мир, что женщины в нашем мире реализуются через мужчин. А мужчины через женщин. То есть, чтобы стать генеральшей, женщине необходимо взять лейтенанта и вырастить его в генерала. Она автоматически по социальной лестнице поднимается за супругом. Она толкает супруга вперед. Ведь посмотрите внимательно, как связан мужчина и женщина энергетически между собой на физическом уровне. Как устроены, какие у нас есть органы. То есть, у нас есть отросток и у женщины есть отросток. У нас нижний отросток входит в нижнее, скажем так, влагалище, да, а верхний отросток жены входит в верхнее влагалище, то есть, в рот ребенка. происходит вот такой обмен энергии. То есть, снизу идет белая субстанция в женщину, а сверху женская белая субстанция идет в ребенка. То есть, материнское молоко. И причем, материнское молоко кормит мужчину практически всю жизнь. Сначала это мать, потом это супруга. То есть, мужчина развивается всегда во многом на женской душевной энергии. Чем сильнее женщина, тем успешнее мужчина. И вот здесь очень важный момент. Как только меняется кормилица у мужчины, у мужчины автоматически меняется судьба. Если вы не верите мне, можете посмотреть по жизни людей, своих знакомых, близких, своей собственной. Как только мужчина менял женщину, у него автоматически менялась судьба. Возьмем самого известного того же Наполеона Буанапарта. Пока он был Жозефиной, он не знал проигрыша и не знал поражений. Как только он ее оставил и женился на датской принцессе, он сразу же потеревел поражение и скатился вплоть до арестанта. И таких примеров можно привести кучу. Это четвертый железобетонный довод того, что прежде чем сходить налево, подумай, подумай. И таких вот доводов каждый приходилось очень много. Они как гири противовес одевали на инстинкт. потому что сама личность не может справиться. А вот доводы все больше, 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 больше. И когда они перевешивают чашу весов, лично говорит, да ну его, я все, у меня все хорошо, у меня судьба, у меня жена, у меня дети, не, не надо. Я лучше перетерплю. И все, и пошел дальше. И так во всех, во все основные инстинкты всегда был противовес в виде заповедей, в виде мудрости, в виде информации. То есть именно наша сознательная божественная составляющая. Скажи что-нибудь. Уж да, разошелся, так и сыпет. Понятненько, понятненько. Ты вот чего мне скажи. Если я немножко тему разверну, совместив животное человеческое, как-то это будет вписываться в канву твоего представления в сегодняшней передаче? Ну ты давай. Хорошо, хорошо, давай тогда. Давай тогда, не буду вопроса задавать такого плана, задам вопрос. Вот ты сказал, что в природе выживает сильнейший. Это понятно. Здесь, наверное, все смотрели в мире животных, и по биологии, и даже по ботанике об этом много раз говорилось. Но ведь в человеческом мире, в человеческом мире, если внимательно так подумать и присмотреться, то сильнейший тоже выживает, но только на твой взгляд сила-то в чем проявляется? Ага, вот хороший вопрос. Правильно. Помнишь фильм «Брат 2», когда Данила Бодров, вернее, его герой, спросил у американца, американец говорит, в чем сила? Вот брат говорит, что сила в деньгах. Ты тоже считаешь, что в деньгах? А я считаю, что в правде. Что значит правда? Да. Каждый человек, как мы уже выяснили, оказывается, является проводником божественной прави в явный мир. То есть мир божественного совести и порядка сюда в явный мир. Чем выше человек, чем большими силами он обладает, тем больше поток он через себя проводит. И поэтому, когда у нас культура находится на достаточно высоком уровне, именно с божественной точки зрения, не с технократической, а именно во всех смыслах, и с духовной, и с душевной, то боярин, сила его в правде и в совести. Вот в чем его сила. Не в физической силе, не в мышцах, а именно в праве, в правде и в совести всегда была сила боярина. Потому что в животном мире животные в форме человека не нужны. Там есть животные всяких разных видов. И в человеческом обличии матушки земли животные не нужны. Как только человек теряет свой человеческий вид, теряет совесть, он сразу же скатывается на... Ну, в общем, не буду говорить, куда он скатывается. Но в нашем понимании сила всегда заключалась в правде, в совести. Понимаешь? А не в силе мускул. И вот сейчас у нас получается, когда нарушается вот эта вот совесть, правда, когда она ущемляется, то рано или поздно этот слой социальный, он сносится. И во многом, посмотри, 17-й год, почему привело? Вот многие говорят, что это был переворот, что это был эксперимент, еврейский, какой угодно. Но ведь давай посмотрим вот так вот на нашу классику, к примеру. Мне в детстве классика никогда не нравилась. Я вообще не мог читать вот эти вот... Я их называл, знаешь, как... Я их называл отрыжка этих скучающих аристократов, которым нечего делать. Такие у тебя образы интересные. Да. И если посмотреть, когда мы в свое время разбирали вообще, какие установки дает классика, то посмотри, вот если спросить у молодых ребят, скажите, вот назовите самое известное произведение любви. Вот назови мне самое известное произведение любви. Кто, я, что ли? Да, вот о любви мужчины и женщины, самые известные. Скажи, вот первое, что приходит в голову. Не знаю. Нет повести печальной на свете. Ну, это слишком клише, но не знаю, я так не отношусь. Это не клише, это если вот сейчас... А, это просто большинство людей так отвечают. Я просто по-другому немножко мыслю. Анна Каренина, Жаронова Джульетта, то есть это в любом случае установка на смерть. То есть любой... Как я отстал? Подожди, как я отстал? Ты просто называешь это, а я отстаю от этого. Я потому что... Касики это всегда страдания, смерть и разрушения. Даже в советской литературе гораздо больше установок на труд, на созидание, на совесть, на человеческие качества, на героизм и на любовь искреннюю и настоящую. Классика, не буду больше говорить на классику, даже фантастика в советское время. Это красивая фантастика, это правильная, это открытие новых земель, это какие-то правильные отношения по совести. Понимаешь? То есть даже в советское время. И получается, что к 17-му году деградация во многом высшего класса была уже до такой степени, как вот деградация низших слоев, безграмотных и опустившихся на дно, так и верхние, прогнивших полностью и уже у которых не было во многом, не у всех, конечно, но у основной массы уже понятий как таковых человеческих практически не было. И об этом пишет и Достоевский в своих произведениях «Бесы», когда молодые, тот же Ставрогин, молодой, красивый, сильный, но абсолютно бесполезный и абсолютно бессовестный человек, понимаешь? Но высшие силы там, природные силы или еще какие-то, они этот класс снесли и начали выращивать заново. На каких основах? Да, пусть в Советском Союзе не все было гладко, но там говорили про совесть, там говорили про человеческие качества, про героизм, про труд, про искренний труд и про любовь к Родине. То есть, это правильные понятия и установки. Сейчас о них опять не говорят. Вот, кстати, как появляется РПЦ, так все про них сразу забывают. Это вот как катализатор. Вот как тараканы в этом самом, в комнате. Как только там бардак, там обязательно появятся тараканы. И у нас в стране точно так же происходит. Ну, ты сейчас прям так наехал огульно на всех и священников, и всех. Я знаю людей, которые относятся к христианству, мало того, они служат церкви, но при этом очень совестливые. То есть, я конкретно сказал… Тогда разделяй. Тогда все-таки РПЦ, все-таки для большинства людей это что христианин, что батюшка, что институт, что руководитель института, это одно и то же. Нет, я не считаю, РПЦ это конкретно система управления и так далее. А, то есть, это непростые люди, это те, которые находятся на вершине управления. Вот, благодарю за пояснение, потому что так можно направо-налево кидать все подряд, а потом спрашивают, что это на меня все злые, что это они все-таки грязные. И что это они хотят меня поймать и со мной поговорить грязными руками. Хорошо. Значит, получается следующее, что, если у животных физическое начало это главное и выживание ставится во главу угла, то для человека помимо физического здоровья не является главным выжить физически, чтобы он находился выше всех физически, чтобы подавлял. Все-таки личность человека определяется некими другими качествами, в частности, совестью. это то, что проявляется вот правь, наверное, через совесть проявляется божественное начало. А что еще через совесть проявляется, кроме прави, кроме божественности? Что еще может проявляться? Так, а что еще может быть кроме прави? Правь? Ты думаешь, этого мало? Нет, и ты меня не спрашивай, что я думаю, а то сейчас как я начну лекцию читать, а потом меня не остановишь. Ну так включайся давай, а то ты… Так, все, все понятно. Я тебя слушаю, ты очень хорошо рассказываешься, я тебя слушаю. Давай мы немножечко пройдемся на музыкальную паузу, потому что вопросов много уже пришло, и час прошел. Мы с тобой можем сейчас после музыкальной паузы сразу приступать к ответу на вопросы. У нас будет второй блок после музыкальной паузы. Как ты об этом думаешь? Что ты думаешь? Хорошо, да? Я сейчас попробую поставить очень хорошую музыку, на мой взгляд, гениальнейшего нашего русского композитора Георгия Сверидова. Кто узнает, что именно будет звучать, пожалуйста, в чате отпишитесь. К сожалению, для Ютуба я буду вынужден выключить звук, поскольку Ютуб не переносит, когда звучит музыка. Они все время просят подтвердить, что автор дал разрешение или правообладатель дал разрешение. Поэтому уж извините, я в Ютубе вещание на время выключу. Итак, отдыхаем почти три минуты. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 8 февраля 2017 года среда, по одному из старинных 19 день, месяц в юг и стужи, 7525 века, осемится. Мы говорим сегодня в эфире на следующую тему «Двойственность мира, инстинкты и правь». автор-сказитель Дарислав Стариков. Итак, что же это звучало у нас за музыкальное такое музыкальное произведение? Ну, здесь ответ пришёл, пришёл, пришёл. Отлично. Зимняя дорога тройка сверидов. Но тогда уточняющий вопрос, а где ещё, помимо того, что он звучит отдельно, Зимняя дорога или тройка сверидова, Георгия сверидова, ещё звучит? То есть, для чего или по какому поводу это произведение было написано? Вот такой я вредный, люблю задавать всякие вопросы. А мы с тобой переходим уже к вопросам, которые поступили в чате Народного Славянского радио, поступили в чате нашего Ютуб-канала под прямой трансляцией. Вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Дарислав, доколе, доколе будет продолжаться эта деградация силы, что даровала нам жизнь? Ты меня слышишь? Я слушаю и читаю. Да, тут как-то притих там, да? Что сила, что даровала нам жизнь, сила, которая тащит нас по жизни. И сила смерти — это одна единственная целая сила. Под действием этой силы в процессе жизни слабое существо теряет собственную целостность, и сознание начинает разлагаться на части. Например, прошлое, будущее, добро, зло, инстинкты и правь, совесть, бессовестность, верхние миры, нижние миры, многоточие. Некоторые авторы в своих поисках могут доходить даже почти до 50 единиц разложения мира по полочкам. Таким образом, существо, рождённое для обретения целостности себя в вечности, начинает терять по жизни части себя, рассыпаясь как будильник с шестерёнками об асфальт. Хороший образ. И наоборот, человек, сознательно достигший своей целостности, сияет настолько ярко, что к моменту завершения ресурса существования физического тела смерть отводит свой взор в сторону и позволяет целостному организму существовать дальше. Пора ставить точку в вопросе, «А то я так рассуждал уже запредельно… А то я и так рассказал уже запредельно много». Вот что-то он скрывает от нас, Владимир Размытищ, что-то он там не договорил. Но вот как-то вот всегда только тема разовьётся. И тут на тебе точку ставим, черту подводим. На мой взгляд, он тему-то хорошую затронул. Правда, он вопрос не задал, но я для себя уловил следующим образом. Вначале он задал вопрос, доколе будем раскладывать всё по полочкам, когда будем целостны. раскладывать всё по полочкам. Так вот, если среди нас есть автолюбители, наверное, многие, да, доколе вы не узнаете свой автомобиль, пока вы его не прощупаете весь, не перестроите, не переделаете, не разберёте, не соберёте, доколе вы на нём спокойно ездить не будете, потому что вы не будете знать, как он работает. Вот у нас есть такое понятие, если вы обратите внимание, вы же смотрите всегда в одну точку. Вот посмотрите, как вы смотрите, как ваш факутируется взгляд в одну точку. Если вы посмотрите периферийное зрение, оно по кругу живет, да, только нос мешает, а так ведь круг получается. И у нас есть понятие точка зрения и кругозор, то есть то, что в этом вот круглом взоре находится. Если о каком-то объекте или субъекте у вас нет понимания или видения или информации, то вы его просто не видите, потому что вокруг нас действительность, она настолько плотно заселена с всякими живыми, неживыми, с духами, с разных миров, то есть она настолько плотная, что мы даже, ну, не будем уже говорить, насколько она плотная, но она плотная. А каждый из нас выстраивает свою реальность, то есть отражение. Вот он берет, высвечивает только часть этой действительности и высвечивает он только в зависимости от того, как работает его фонарик. Вот как работает фонарик, так он вот часть действительности и высвечивает. Соответственно, чем лучше вы знаете свои настройки, чем лучше вы их разложили по полочкам и разобрали, как работает ваш организм, как работает ваше тело, как работает ваше подсознание. То есть чем лучше вы знаете свой биомеханизм, тем лучше вы можете за ним ухаживать. Вы знаете, когда вовремя нужно менять масло, где нужно вовремя смазать, где нужно вовремя вытереть там, поменять деталь, покрасить и так далее. Только в таких условиях некоторые автомобили проживают не один десяток лет. Но это еще при условии в том, что когда создавался автомобиль, в нем вложили душу и ум и все, что было лучшее. То есть когда ребенок зачинался по любви, да в устое, да с чистыми родителями, да с чистой совестью, да с сильным физическим телом, вот тогда и тело будущего ребенка, и память у него наследственная чистая, и все у него хорошо и правильно. И тогда уже и самое главное здесь очень важно это зрелость духа или зрелость сути вернее. Потому что дайте даже самый идеальный автомобиль бестолковому водителю он доедет только до первого столба. И дайте последнюю копейку отличному водителю, он из нее сделает раритетный автомобиль, и эта копейка проживет у него не один десяток лет. Но я еще раз говорю, чем лучше вы знаете, чем лучше вы разложили мир по полочкам, проверили, попробовали и собрали его обратно, тем дольше, а по-другому вообще невозможно научиться управляться. И эта сказка о том, что ваше тело самостоятельно проживет две сотни лет, это сказка. Если вы не научитесь им управлять, тело подчинено инстинкту. то есть время как таковое старение это инстинкт, который прописан у нас в физическом теле. Если вам, например, 35 лет, то у вас уже в голове, в сознании прописан следующий этап 40 лет. 40 лет и у вас уже к 40 годам есть определенный визуальный образ, как должно выглядеть тело. Соответственно, вы в этот образ и войдете. А если вы внутри, в матрице души, где находится информация вся, в заархивированном виде, и наследственной, и от, скажем так, живой матушки, и от бога-покровителя рода, там много информации. Вот. Если вы туда пропишите следующим этапом не 30, не 40 лет, а 30 лет, то у вас процессы пойдут обратные. Понимаете? Вы дадите программу другую физическому телу. То есть вы можете управлять инстинктом, но если вы своим телом не управляете, то оно доживает максимум до 50 лет, пока существует детородный период, а потом оно начинает стареть и умирает. Оно не будет больше существовать, если ваша духовная составляющая не возьмет под свой контроль дальнейшая жизнь тела и не станет самостоятельно его возделывать и продолжать его жизнь. Ну, вот так. Вот так. Хорошо. Здесь так прозвучало не у тебя, а у Владимира, что когда человек сознательно достигший своей целостности сияет настолько ярко, что к моменту завершения ресурса существования физического тела смерть отводит свой взор и сторону и позволяет целостному организму существовать ещё дальше. Существовать дальше. Так вот, здесь есть, на мой взгляд, некоторые не то чтобы противоречия, а некоторые устои, которые нам навязала цивилизация. Ну, во-первых, если человеческий организм уже израсходовал свой ресурс, завершил свой ресурс, то вопрос тогда, даже если смерть от него отвернётся, в каком состоянии этот человеческий организм будет существовать, если ресурсов жизни к моменту завершения уже не осталось. Вот как-то здесь такой вопрос. И второе, а зачем ещё существовать, если человек сознательно достиг своей целостности, он выполнил программу бытия на этой земле, что он ещё может здесь на земле получить? Он уже целостный, он уже всё получил, он уже программу свою выполнил, к моменту завершения ресурса существования физического тела всё есть у него. То есть я вижу здесь небольшое вкрапление отравы от цивилизации о том, что надо жить очень-очень долго. Понятно, зачем. Да, из последних сил главное, что жить. Это такой тварный подход. Это инстинкт выживания, совершенно верно. Да, это или тварный, или животный подход, чем разница сейчас не буду говорить, но разница определённая есть. Когда любым способом человек, обладая ресурсами Бога, возможностями Бога и познаниями Бога, это всё божественное отвергает и живёт как физическое тело, как животное. Да, может быть, высшее животное, но как животное. И он боится страха смерти, он боится неизвестности, он пытается добывать постоянно что-то, он пытается глотки другим грызть. Вот бизнесмен особенно сейчас этим хорошо. как так классифицируется, чем круче бизнесмен, значит он больше глоток порвал врагам, значит он обхитрил кого-то и так далее и тому подобное. Вот поэтому здесь не очень понятно, зачем жить, когда уже и ресурс тела закончился, и ещё дополнительно жить, если уже человек приобрёл осознанность. Может быть, стоит задуматься, вот мне, например, стоит задуматься о том, что, наверное, это воздействие цивилизации. Давай дальше. Вопрос из Ютуба к нам поступил. Браун написал, а можно ли без сна заряжать АКБ? Например, медитация или реально ли без сна всегда себя осознавать? Ну, реально или реально да, это возможно. Но это возможно уже когда человек, достигший очень высокого уровня сознания, как вы сами понимаете, да, который вышел на уровень регулирования собственного организма таким образом, что сон уже как таковой ему не нужен, вот, да ему тогда уже вообще можно... Обрыв связи. Алло, алло, ты с нами, да? А то я же хотел музыкальную паузу очередную вставлять. Продолжай. Вот, то есть это уже уровень сознания человека настолько развит. А вот, кстати, к вопросу, да, многие говорят о духовном развитии, о духовном уровне, много разговоров о том, что нужно переходить в следующий мир, но мало вообще примеров приводят, а как это вообще выглядит. на простых примерах, к примеру. Ведь у нас даже круг жизни, там 144 лета подразумевает, что 50 лет это жизнь материальная, физическая, когда рожаются дети, когда они воспитываются, ставятся на ноги. Следующие 50 лет это развитие души и познания природы. Следующие 50 лет это развитие духа и познания того мира, в который ты пойдешь. и получается, что вот пример можно привести простой. Яйца и курица. Вот человек, обычный человек, это как всегда, это душа в основном и потенциал. То есть, мало у кого из обычных людей ярко выраженный дух, сильный такой, который можно видеть в глазах человека. То есть, дух это способность управлять своими инстинктами. Дух это способность поднять себя из окопа и идти на танк с пистолетом. Вот это дух. Он проявлялся у наших дворян, когда они стреляться выходили. Вот тот же Ставрогин, когда с него сбили картул с головы, он даже не моргнул. Вот это сила духа. То есть, сила способная управлять инстинктом. И вот она, если брать яйцо, то опять же, вот курица снесла яйцо, яйцо жидкое, желток желтый. Вот у нас душа тоже желтого цвета, золотистого. И, как правило, обычно человек, он жидкий. Не все, конечно, но в основном. Но для того, чтобы он стал жестким, надо яйцо положить в закрытые условия с определенной температурой на определенное время. И тогда из этого яйца может вылупиться цыпленок. Цыпленок – это уже жесткая структура, которая рождается. Это уже другая форма жизни, переходит в совсем другую форму жизни. Так вот, из нас точно так же. Тело – это всего лишь послед, в котором должен вырасти вот эта вот духовная структура, энергетическая, которая, покинув тело, переходит жить в другой мир, в другое состояние. И поэтому, когда говорят о духовном развитии, очень часто душевные практики и душевное развитие поддают с духовным развитием. Душевный, душевный человек, душевный, духовный – совершенно разные люди. Поэтому заряжать ЭКБ можно и не спать можно, когда вы выходите на уровень, к чему, кстати, и нужно прийти. То есть, когда вот эта основа духовная созревает, которая способна жить уже без физического тела, тогда, да, человек может долгое время находиться без еды, без физической еды. То есть, инстинкты все практически отпущены. То есть, физическое тело уже может существовать благодаря именно вот этой духовной основе и запитываться энергиями напрямую без участия уже в потреблении и расщеплении силы. Опять же, если посмотреть с немножко другой точки зрения на питание, зачем мы питаемся, это еще можно объяснить тем, что у нас есть программы, генетические программы работы тех или иных органов. И для того, чтобы, так как внешняя среда все время сбивает эту программу всякими вирусами, мы же все время находимся в космосе, все время идет обновление, проникают вирусы, все время происходит сбивание вот этих вот внутренних программ, вот как в диске С, операционка стоит в компьютере, туда все время норовят проникнуть вирусы и ее видоизменить. У нас происходит то же самое. И очень часто питается еще человек для того, чтобы постоянно поддерживать генетическую структуру и генетическую программу своих внутренних органов. И очень часто, ну, я не буду говорить статистику, прям какая она, эта статистика, сами уже не могут размножаться, потому что растения сами не размножаются, они размножаются с помощью насекомых. понимаете, а насекомые им оплодотворяют пестики, тычинки, ну, вот так вот. А вот трава, эти самые, те же животные, они размножаются как раз вот парные, так же, как и человек. Поэтому старики всегда говорили, что всему, любая диета, всему свое время. Единственное, что души приходят разные, сути разные, вернее, с разными задачами. Если брать, например, жреческие души, волховские, то они уже в 30 лет готовы вспомнить в себе, вскрыть практики, которые у них были наработаны, и уже действительно выходить на уровень духовных практик, высоко, скажем так, энергетических. И тот же Лапшинов, он не в этой жизни приобрел эти качества, он в этой жизни только их вскрыл. Эти качества у него были наработаны до того, как он воплотился в эту жизнь. И поэтому человек в 30 лет, в 40 лет не может обрести практики, которые некоторые нарабатывают целую-целую жизнь. Соответственно, если брать друидическую культуру, они не женились, они не рожали детей, они сразу всю свою силу направляли в свой дух. То есть у них уже был большой опыт на работу. У друидов, можно сказать, это практически последняя жизнь была. То есть они завершали здесь свое развитие и уходили в следующий мир. Поэтому все зависит от того, на каком уровне и какой зрелости суть. Вот так. Ну, такой очень развернутый ответ на вопрос получился. Да, вопрос интересный. Развернул и завернул. Я с тобой и согласен, и не согласен, потому что формы растений, они бывают разные. И там не обязательно нужны насекомые для того, чтобы помогать, продолжать свой род, помогать, размножаться. Есть, да, есть, например, те, да, есть те, которые, например, никогда к бабочкам, пчелкам, услугам бабочек и пчел не прибегают. Вот, но это отдельная история. А когда ты сказал, что, например, вегетарианцы не могут размножаться и нужна помощь, я так представил такого доктора пчелю такой, доктора пчеля, большой пчель такой, полосатый, я помогаю вам, вегетарианцы, сыроеды, размножаться. Ну, занятно, занятно, значит, да. Ладно, сейчас не об этом тема, дальше идем. Вопрос в YouTube, вернее, из YouTube, еще один, от Егора Кол. А почему ночью приходят одни мысли, а днем совершенно другие, однозначно другие? Однозначно другие, правильно, потому что, если вы внимательно посмотрите на Землю и на Солнце, как Земля вокруг Солнца вращается, и вот представьте себе, да, представьте картину, как в Коле была такая электрическая, значит, система солнечная, там показывали, как в середине стоит желтая лампа, вокруг нее вращается тут Земля, подставляя ей свои бока и еще вращаясь вокруг своей оси. Там еще Луна бегает, Луна еще маленькая, там кручится, вокруг Земли. Мне тут понравился недавно я ролик смотрел, действительно, о кремниевой форме жизни, о том, что наши все эти горы с резанными верхушками, это величайшие там кремниевые деревья, и что тут их срубили и Луну из них спаяли. Вот такая интересная теория, которая, ну, скажем так, заставляет задуматься на самом деле. Ну, ладно. Ну, красиво, во всяком случае, красиво. Да. Так вот, представьте себе этот образ. Увидели, да, Земля вращается, у нее всегда один Бог светится. Так вот, люди, вот на этом вот боку все время обращены головой к солке. Они же в стоячем состоянии. А с другой стороны Луны, Земли, они в лежачем состоянии. То есть, получается, что луч Солнца днем, он идет напрямую и сразу напитывает наш родничок и наши высшие центры. Потому что вот именно Ярила Солнце отвечает у нас за связь с правью. С Солнцем, со светом, с теплом. И именно Ярила отвечает за совесть. Поэтому днем совесть у людей ярче выражена. А ночью получается солнечные лучи проходят через земное ядро, которое отвечает как раз за инстинкты. Поэтому ночью ярче выражены инстинкты у человека. А мысли это всего лишь ретрансляторы той информации, которая находится в душе. Это немножко вынос мозга, но именно так. Мозг транслирует именно то, что в душе находится. И когда вы разрабатываете какую-то идею в душе, у вас однозначно мысли из головы не уходят. Вы даже заснуть не можете. Но стоит вам включить третий центр, прикрыть душу, и вы совершенно спокойно засыпаете. Однозначно. Хотите избавиться от мысли, найдите ее в душе. Удалите ее, она у вас из головы уйдет. Но это другая тема. Мужчина, мужчина, куда пошли? Куда, на улицу. Мозг верните, он обратно не выносите за пределы. Ты когда стал говорить про кремневые деревья, мне сразу вспомнился маленький принц, который корчевал Бообабы, чтобы они не разорвали его планету. Очень интересно. Я представляю огромные кремневые деревья, насколько глубоко корни у них уходят. Может быть, потому их испилили, что они там уже угрожали целостности Земли. Ну ладно. Не судите. Дело. Дело тоже нет. Ну, на самом деле, спилили и построили спутник хорошо, красиво. Да, и теперь там живут спокойненько и хорошо им. А, так это они для себя построили? Конечно. А, елая-балая. Там воспитатели сидят, понимаешь? Понял, 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 понял. Всё, ты мне раскрыл глаза на мир, я понял, благодарю тебе. Вопрос в эфир от Владимира из Питера. берутся, где и откуда в скобочках берутся нейроны, программы, кто создал всю эту схему, кто создал того, кто сделал, создал эти потоки, схемы, программы. И от себя ещё добавлю. И кто создал того, кто эти потоки, схемы создал. А ещё там есть тот, который ещё его создал. И так до бесконечности. И возвращаемся к себе. Так в зеркало подошёл. Так вот он, вот он, создатель. Ну давай, отвечай. Творец и создатель, да. Ну, друзья мои, ну давайте уже в самом деле, ты вот сейчас как раз и ответил на этот вопрос. Это можно до бесконечности говорить, что кто-то кого-то создал, вот так, вот так, вот так, вот так. Хотя очень интересно, но это немножко не из этой темы, но по своей практике я занимаюсь людьми, погружая их в прошлое и позапрошлое жизни, мы смотрим, чем люди занимались, какие у них были способности, то есть, что они делали. Потому что эти способности сейчас у многих начинают просыпаться очень ярко и активно, проявляться, вот, и знания, информация. И во многом рассвет сварога, он и подразумевает то, что люди сейчас начнут вспоминать то, что они когда-то знали и умели. А все уже прекрасно знают, что у нас была космическая эра, что здесь только на Земле не было на самом деле. И многие из нас здесь сюда прилетели с других земель. И что наша Земля вообще является таким перекрестком межгалактических путей. И здесь каждый имеет свое представительство, какие-то здесь свои проекты, растительность, животный мир привозили вместе с собой. И даже среди белых народов здесь огромное количество людей, пришедших с других земель, которые здесь жили, которые считали Землю своей. А кто-то и до сих пор скучает по космосу, поэтому зачитывается космической фантастикой и космическими фильмами и так далее. То есть душа испытывает тоску по тому миру, в котором они когда-то жили. И я, значит, просматривая, занимаясь очередным учеником, погрузил его в позапрошлую жизнь. Он, значит, был в прошлой жизни. Он вообще микробиолог. И он сейчас уже в 30 лет он уже кандидат в докторскую написал. То есть у него прямо вот он очень развитый. Но единственное, что до пробуждения он занимался прививками и вакцинами. И сейчас он, конечно же, хочет от этого отойти, потому что он понимает, как это все использует. Но в прошлой жизни он тоже этим занимался. Там втихаря, опять же, очень интересный такой факт. Ну ладно, опустим эту тему. Не раскрывай карты, не раскрывай тему. Человек карму себе наработал, понятно. Позапрошлой жизни он вообще на Землю прилетел. Они летали действительно на огромных вайтмарах. То есть это были огромные лаборатории, в которых были условия для того, чтобы можно было засеивать Землю. Ну вот как сейчас Марс. То есть есть Земля по скажем так определенным условиям она пригодна для жизни человека. Соответственно ее можно освоить. Для этого необходимо ее заселить. То есть создать почвенный слой, заселить его определенным образом. то есть составить определенную, как я уже говорил в начале, экологическую цепочку. Заселить животными и растениями, которые обеспечат самое главное для нас это воздушный коктейль. Воздушный коктейль создается специально под физическое тело, под наш аватар. Измените его хотя бы на немножко и наш аватар в нем существовать не сможет. поэтому естественно перед заселением земли и еще самое главное смотря какая форма жизни будет заселяться. Вот под эту форму соответственно и создается природная среда. И вот он как раз этим занимался. И когда я у него спросил возможно это он говорит да вполне. Вот сейчас я стою на таком уровне что совершенно абсолютно однозначно могу сказать что земли заселяют начиная создавать вот от почвы и дальше 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 опять же зависит от того под какую форму жизни. Вот так. Вот поэтому и если выше подниматься то даже земли создаются и солнечные системы создаются и галактики создаются все зависит от уровня осознанности и от уровня развития и сознания тех живых существ которые создают те или иные миры. Ну и так. Вот так вот. Хорошо. Вопрос в эфир от Хария из Тюмени. Нужно ли обязательно вспомнить момент прихода в этот мир? Вспомнить как эти 50 миллиардов нейронов с трудом осваивал? Узнаешь ли ты свой путь до Мидгарда после смены мира? Вот так вот. Да серьезный вообще вопрос. Серьезный. Нужно ли обязательно вспомнить момент прихода в этот мир? Вспомнить как эти 50 миллиардов нейронов с трудом осваивал? Вы знаете свое детство как вы учились ходить падать опять ходить опять падать вот как осваивали это все конечно же желательно это все ну как не то чтобы помнить но с этим разобраться нужно потому что есть такое понятие вот родовая память она состоит из таких трех больших блоков это память сути память прошлых воплощений память наследственная которая дает папа с мамой в момент зачатия и память перинатального периода то есть это уже непосредственно память вашего тела которое записывается от зачатия до трех пяти летнего возраста то есть до момента когда анализатор уже начинает формируется и начинает анализировать информацию то есть создается у вас появляется сознательная память до этого момента у вас все прописывается линейно то есть напрямую все установки многие характерные черты и поведенческие качества они прямо напрямую вот это вот представьте себе как есть вот потребление тех или иных веществ через вену вот воткнули напрямую и все и пошло сразу в клетки вот здесь то же самое то есть анализатор еще не анализирует все что с ним происходит а просто печатает в подсознании поведенческий стереотип и вот поэтому наши предки очень внимательно относились до 5 лет они старались чада как можно меньше наказывать особенно физически пока Дарислав находится немножко в стороне давайте попробуем что-либо поставить какую-либо музыку небольшую вы слушаете народное славянское радио продолжаем продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном славянском радио сегодня по одному из современных календарей 8 февраля 2017 года среда по одному из старинных 19 день месяца в юг и стужи 7525 лета осемится мы говорим про двойственность мира инстинкты и правь автор соведущий по современному авторсказитель Дарислав Стариков с нами снова на связи пожалуйста Дарислав как-то так модемная связь подвела и теперь самое время тебе подключиться и дальше рассказать что ты имел ввиду да так вот Чадо до 5 лет старались как можно меньше наказывать особенно физически потому что знали что боль записывается напрямую и самое главное что после того как человек начнет осознанно понимать и запоминать все у него этой информации не будет но боль в подсознании будет прописано и очень часто потом боль страх особенно он проявляется в виде неконтролируемой гнева вспышек гнева по отношению к родителям например там или к обидчикам и так далее но эта тема другая но самое главное что наверное в чистом виде вспомнить полностью свое детство приход на землю сложно но информация это присутствует но это когда вы выйдете уже на уровень если например брать информацию прихода на землю момент воплощение строительство тела воплощения то это уже в памяти сути информации то будет если вы научитесь уже вскрывать в матрице информации в матрице души эту информацию научитесь ее воспринимать то есть ваша личность уже готова будет к этому и там как говорят кукушка никуда не сдвинется то все это можно действительно увидеть и прошлые жизни потому что матрица души она на то и матрица на как флешка на собирает в себе все накапливает все что с человеком происходило потому что слово впечатление от слова печать наша душа золотистого цвета на похоже по форме вернее по свойствам на воск и если вы знаете в древнем риме и древней греции детей учили писать на деревянных дощечках покрытых воском палочками как они меняли информацию они ложили на солнце и воск плавился на дощечке и информация снималась вот точно так же снимается информация и у нас смотрится души с помощью тепла радости счастья то есть можно менять эмоции можно менять негативные события своей жизни накладывая положительный образ и запекая его счастьем и радостью меняется вот поэтому когда вы выйдете на освоение вот этих вот практик понимания то все возможно да все можно увидеть и весь путь свой и прошлой жизни позапрошлой жизни это одна ветка это по памяти сути а по наследственной памяти можно по личностям предков пройтись точно так же и посмотреть что можно взять из того что они умели себе на вооружение в общем детей бить нельзя подводим итог того что сказал потому что ничего хорошего из этого не получится тем более совсем в малом возрасте это закладывается в ребенка и превращает его зверушку и потом он по этой программе живет всю жизнь и ждать от него хорошего чего-то по отношению к другим людям и к себе самому к этому миру наверное уже не стоит вот так можно на черту подвести такую хорошо хорошо идем дальше вопрос в эфир от винторга здравия ведущему алексея и сказитель дарислава прошу дарислава прояснить разницу между такими понятиями как двойственность и дуальность благодарю за ответ друзья мои но это уже этимология дуэта тоже два альность это отражение вот есть реальность отражение альность есть альность действительность давайте мы не будем этимологии заниматься тем более я честно скажу я не силен в этом вот вот есть понятие я даю понимание этого двойственного мира что такое дуальность как она раскрывается как раскрываться дальный данный термин я не знаю поэтому да мне кажется все очень просто может и может видеть да здесь все просто двойственность это когда два и не более двойственность разделены на право на лево человек вокруг себя видит право и лево и хорошо плохо холодно горячо вверх вниз свет тьма и вот делит по этим всем критериям то есть упрощает жизнь как можно проще разделяет этот цельный мир на какие-то грани потом грани делит еще на что-то конечном итоге остается под микроскопом какая-то одна составляющаяся конечно до нее он доберется и тем самым он обедняет себя в какой-то момент может быть нужно какой-то момент я сейчас я сейчас закончу мысль какой-то момент может быть это нужно может быть когда это нужно в двойственности находиться но если человек постоянно в этом находится то происходит беда дуальность это когда два и более то есть здесь не ограничено количество в участие каких-то составляющих и поэтому дуальность она позволяет человеку если он в дуальности находится позволяет человеку познавать этот мир более полно а если он находится уже в полном состоянии понимания то есть в альности то есть все вот это уже высшее мастерство и тогда и двойственность и дуальность они отходят на второй на третий на десятый план и человек о них вообще не обращают внимание поэтому мой совет лично мой совет что никогда себя не ограничивайте особенно на стадии жизни вот когда вы чему-то учитесь то может быть может быть когда вы садитесь в машину первый раз нужно педали не путать и поэтому правое левое правое левое сюда ножку поставь эту скорость переключи вот здесь вот инструкция которая вот по двойственности идет здесь нажал сюда там оттяни сюда оттянул сюда поверни и так далее там подобное но это только обучение и только малая часть а жизнь цельный большой разнообразный и всемирный пожалуйста теперь ты ладу давай давай это ладно прям хотел что-то хорошее сказать а я тебе за я просто хотел немножко обобрать когда ты сказал что обедняет на самом деле все-таки чем мы же познаем данный мир мы призваны научиться созидать и управлять строить собственные миры соответственно чем а мы же всегда находимся в поле уже созданного то есть вот есть поле нам его выделяет кто-то уже его создал может быть кто-то на нем даже созидал и ни одно поколение это же школа это же обучение и соответственно когда мы начинаем что-то строить то тем чем меньше составляющая частица который мы познали тем сложнее многомернее может быть мир который мы строим поэтому так что тут не обеднение познание мира даже наоборот ну понятно я это проговорил про другое что человек как шора одевает и смотрит только в одну часть а все остальное для него перестает существовать есть такая интересная притча когда один известный человек в будущее будучи будучи уже мастером он имел свою школу к нему много учеников приходили учиться и он там многие вещи рассказывал учил миру как за этим миром наблюдать ну и так далее и однажды он пришел в сад и и увидел сидящего на лепестке богомола который охотился за какой-то букашкой и он подкрадывался к этой букашке подкрадывался а этот учитель наблюдал что будет дальше и вдруг он заметил птицу которая следила за богомолом и тоже подкрадывалась к нему чтобы его съесть а потом он обратил внимание что кошка следит за птицей а в свою очередь в тихонько кошки сзади подкрадывается собака и тут его такой ужас охватил он побежал закрылся говорит неужели и за мной кто-то охотится когда я внимательно начинаю за чем-то в этом мире наблюдать ведь я же теряю весь мир в этом случае это так к слову идем дальше вопрос в эфир от владимира из питера уважаемый дарислав если есть двойственность то есть ли не двойственность или есть и если есть как ты ее понимаешь такие философские у нас беседы пошли да я хочу чему вообще вот эта тема она создана не для того чтобы противопоставить эти два мира не для того чтобы как-то их разделить а для того чтобы посмотреть вот эта точка зрения на самом деле конечно же мир целостен мир многообразен потому что сложно человека делить на сознание на дух там на душу на осознанное состояние неосознанно просто можно сказать человек бодрствующее состояние и спящие вот и все вот два его состояния когда он спит и когда он бодрствует когда он спит у него работают инстинкты когда он бодрствует у него работает все и инстинкты и душа и дух и личность и суть этим всем управляет либо не управляет еще поэтому Вот эта двойственность, недвойственность Давайте мы эти термины оставим Не в этом сейчас разговор Ни о двойственности, ни о двойственности Мы сейчас рассматриваем два состояния К примеру, давайте Спящее и бодрствующее Вот и все, в спящем человеке Человек-состоянии У него работает тело автономно Без присутствия сознания А В бодрствующем состоянии человек Находится, так же как и природа Она может быть с человеком, а может быть без человека В одном случае она живет полностью автономно И дичает А в другом случае она Более культурена может быть Сады, огороды и так далее Вот поэтому Ну, вот так в общем Типа не страдайте ерундой Не страдайте Давайте по делу Конечно, я тебя понял Ладно, идем дальше Реплика эфира от Антона Крепкого здравия, Дорислав Благодарю за Петербургского ведуна И от подруги Отдельная благодарность Какой-то такой Межособойчик у вас пошел Ты, наверное, надеюсь Понял, о чем разговор? Да, я понял Понял, о чем речь Уже радует Хорошо А мы тебе тоже шлем Ответный привет Антон Ну, ты это можешь сказать Что я за тебя-то все говорю Да, Антон, тебе тоже привет Спишемся в ВКонтакте Хорошо Вопрос эфира от Олега из Иркутска Здравия, Дорислав Просвети меня и чатлан Есть ли совесть у животных? Ведь некоторые из них иногда Нашкодят Понура виновата Отведут глаза И меняют свое поведение Благодарю То есть Кто это в мой тапочек надел Вот так коты В сторонку И сразу меняют свое поведение Кто там под кровать Кто еще куда Ну, давай, отвечай Что касается животных Посмотрите У все животные делятся По степени дикости То есть дикие животные Которые живут в природе Они полностью подчинены Инстинктам и природе И пообщаться с таким животным Очень сложно Человеку просто так Поэтому человек Берет часть природных сил Наполняет его своей силой Соответственно Вводит его в свой закон и порядок И животное Переориентируется Трансформируется Наполняется человеческой силой И у домашних животных У некоторых Очень даже Высокоразвитая личность Развивается Причем они получают От человека Место с личностью И болезни Поэтому, конечно же У домашних животных Проявлены черты Человеческие И особенно черты Хозяин И трудно сказать Что коты Там Собаки Лошади Глупые животные Но даже у них Есть уровень интеллекта Причем Чем больше В животных Вкладывает человек Свои силы Тем более Они осознаны То есть Выведенные породы Животных Они вообще Очень умны Вот Если взять Волга То вряд ли Он будет Глазки понуро Отводить Написав вам На ботинок Вот Это одно Мало-то он Специально подойдет И как наделает Да Он живет По своим законам По своим устоям И он будет Вас проверять Только На наличии Инстинктов Вот если у вас Есть злость Клыки И такой же Взгляд Как у него Тогда он Вам подчинится Если нет То он вас просто съест Как дичь Вот и все Какие-то страшные вещи Рассказываешь Я вот например Думаю Что меня волк Вряд ли будет есть Почему Ну я плохой Я невкусный Смотря в какое Время года Если Летом То может быть Да Там у него Оленина Повкуснее будет А если холодно Зимой И все ближайшие Деревни уже Объедены Все Есть больше нечего То ты Как говорится На без Рыбье И рак Щука Так что Не волнуйся Хорошо Хоть с раком Сравнил Я подойду В глаза Посмотрю И скажу Мы с тобой Одной кровью Ты и я И он меня есть не будет Ну ладно Хорошо Дальше Развивая Вот данную Развивая данную Так сказать Тему Когда начинают Люди взаимодействовать Со стихийными силами Как мы уже до этого Говорили В предыдущих Скажем так Передачах Эфирах То нужно понимать Какая степень дикости У того или иного Объекта Духа Бога Животного И так далее Потому что Даже если чисто физически брать Мы можем питаться Пищей Далеко не всей Которая растет на земле Хотя вроде бы Эту вообще Землю заселяли Под наш вид Но Питание у нас Строго Регламентировано Мы не можем Жевать траву Как корова Например Полностью Некоторые Конечно Могут Но это Не подавляющее Большинство То есть Если у животных Вот у них Работает инстинкт Потребления Они едят Практически Постоянно Причем Все животные Тоже четко Регламентированное Питание Коровы Не грызут Корни Они не добывают Из земли Копытами А олени Пожалуйста Они грызут Ягель Дикие кабаны Тоже этим занимаются Поэтому Каждое животное У него прописан Определенный Скажем так Спектр Поедания Пищи И когда мы Взаимодействуем С силами У нас тоже Есть определенный Спектр Если человек Начнет Взаимодействовать С силами Которые Гораздо Жестче Чтихеней Они его могут Просто поглотить И вообще Уничтожить Как я уже Приводил пример Когда Пытается объездить Пятилетнего Жеребца Воймать его Из табуна И объездить его Попробуйте Эту стихийную Силу Эту машину Объездить Не имея На это Сноровки Опыта И определенных Правил Поведения Вот Поэтому Животные И вот дальше Вот если Приводить этот Пример Этого Жеребца Объезжают То есть Человек Вкладывает В него Свою силу Формирует В нем Определенную Систему Силовую Векторную Приучая его К определенным Условиям Поведения То есть Человек Своим духом Выстраивает Определенные Рамки Поведения Животного Причем Не всегда Он это делает Улыбаясь Так сказать И помогая Его Грин Чтобы Объедить Стихию Нужно поступить С ним Точно Так же Нужно Поставить Жесткие Условия И Загонять Ему До такой Степени Чтобы Он Падать Начал И чтобы Понял Кто Сильнее И Малохолем Утам Однозначного Человек Сделать Нечего Он Вряд ли С таким Кольем Силой Стихийной То есть Нужно Иметь Адекватную Силу Духа Способную Объездить Определенную Стихийную Силу То есть Баланс Если Сила Духа У человека Слабее Он Не справится Стихийной Силой Ну В общем Понятно Понятно Недобрый Понятно Вопросов Много Поэтому Ты так Черты Резы По дереву Раскладываешь Процесс Долгий А у нас Тут все-таки Вопросов Много Итак Из Ютуба Вопрос Эфир От Алексея Невского Из Алексеевки Может ли Человек Стать Богом Благодарю Так Наполню Бог Мы Для Хороший Есть Анекдот Кошка Сидит Дома И говорит Вот Хозяин Меня Кормит Поет Одевает Причесывает Гладит Меня Любит Наверное Я Бог Сидит Рядом Собака Хозяин Меня Кормит Любит Ухаживает Будку Красивую Построил Наверное Он Бог Мы И так Являемся Богами Кто-то Является Богом Для нас А для Кого-то Являемся Богом Мы Для тех Кого Мы Создаем Для тех Кого Мы Растимся В своем Огороде Мы Для них Боги Мы Дворцы Ну-ка Разъясни Как Дело в том Что Вот Ребенка Зачать Мы Можем Но Опять же Процесс Зачатия Ребенка Сознательно Нами Контролируется Косвенно То есть Нам Объяснили Как Это Делается Надо Брачную Ночь И там Вот Так Туда 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 Но Сам Процесс Сознательно Нами Не Контролируется То есть Это Процесс Был Создан Когда-то Тем Кто Создавал Нашу Форму Жизни Точно Так же С Яблонькой И С Другим Другим Существом То есть Мы Берем Уже Семечку То есть Которую Кто-то Создал И Можем Из этого Вырастить Растение И стать Для этого Яблонки Для этого Растения Животного Богом Покровителем И Жить С ним В симбиозе Ухаживать За ним И Берять Нему Плоды Ну А еще Мы Можем Скрестить А еще Мы Можем Привить А еще Мы Можем Изменить Но Мы Все равно Берем Уже Готовую Форму И Ее Видоизменим Да Но Из нее Мы Сотворяем Со Творяем То есть Берем И Сотворяем Вместе Получается Мы Как И Минимум Сотворцы А Кто-то Достигает Такого Что Расы Прям Сотворяет Образ Матрицу И Новую Формулу Да Да Расы Свою Землю Создал Солнечную Систему Поэтому Я А кто-то Для нас Является Богом Тот Кто создает Земли А вдруг Сейчас Наблюдают За нами И хихикают Скажут О Ребята Вообще Тут Корки Клеют Направо Налево Обязательно Наблюдают Ну Хорошо Хорошо Вопрос Эфир От Хария Значит Ли Это Ты когда Говорил Про Различных Духов Значит Ли Это Что Мы В разное Время Состоим Из разных Духов Стихий Да Однозначно Да В каком-то Возрасте Больше В каком-то Меньше А может В каком-то Возрасте Столько Же Просто Они Несколько Другие Эти Отключились Другие Подключились Может Быть Совершенно Посадочных Мест Может Быть Не Увеличилось Просто Как Это Конструктор Лего Из Это Я Там Вытащили И сюда Что-то Добавили Например Мозаику Другого Цвета Раз Вложили Вроде Бо Картина Не Особо Изменилась А что-то Вне Новенькое Появилось Потом Раз Еще Что-то Достали И В это же Время Ушло То Все Пропало Или Еще Все Поправимо Но Это Время Ушло Не Просто Так Дело В том Что Если Взять Зерно Которое Падает На Землю Для Него Земля Является Очень Агрессивной Средой Очень Там В земле Куча Бактерий Червячков Всяких Жучков Которые На Это Семечко Готовы С радостью Его Съесть И Вот Здесь Все Зависит От Во-первых От Силы В этом Зерне От Прочности Его Шкурки И От Глубины Залегания Землю То есть Когда Зерно Пробуждается У него Всего Лишь У Зерна Определенный Промежуток Времени Которое Должно Прорасти Если Оно Не Прорастает За Это Время То Микроб Пробивает Его Защитную Среду И Седает Вот Так Память У Родителей Тем Быстрее Суть Осознает Своего Предназначения И Выходит На Свой Путь Чем Больше Более Было Прожито В Роду И Чем Меньше Ее Чистили Тем Тяжелее Проходить Поэтому Не Жалейте О Времени Якобы Потерянном Это Потерянное Время Это Время Проживания Родовую Память Вот Вы Осознали Вы Проснулись Вы Начали Расти Так Что Все Идет Замечательно Тем Более Именно К 30 Годам У Нас По Жизни И Происходил Уже Осознанный Выбор Пробуждение И Выход На Собственный Путь Так Что Все В Порядке Главное Теперь Очиститься Очистить Сознание Осознать Своё Предназначение Зачем Вы Пришли Либо Это Осознание И Реализация Из прошлой Жизни По Преемственности Воплощений Либо Вы Будете Выполнять Находитесь Здесь Шкала Есть Сословное Взросление Сути То есть Он точно Так же Проходит Поэтому Все Зависит От того Что Внутри То есть Какая Матрица Что Вы будете Реализовывать Ищите Выходите На Свою Реализацию Становитесь Гоем И Пожалуйста Скатертью Дорога Скатертью Дорога Да Идем Дальше Идем Дальше Вопрос От Владимира Из Питера Если Мы Всего лишь Набор Духов Правил То есть Нет ничего Человеческого Солянка Сборная Полностью Автоматизированная Что это Такое Тогда Получается Жизнь То есть Набор Набор Набора Человек Где Где Жизнь Ну Вот Это Хороший Вопрос А где Жи Человек Да Рассматриваем И это И то И вот Это И духи Тут Что Такой Человек Тогда И где Жизнь Тогда Что Такой Жизнь В этом случае Но Тогда Может быть Вопрос Задать Вот Вот Этот Вот Конструктор Лего Его Кто-то Собирает Вообще Наверное Вот Он Наверное Изначально Именно Тот Кто Проявляется Сюда Из Какой То Из Другой Мерности Здесь Реализуется С помощью Физического Тела И Вот Он Наверное Главный А Это Всего Лишь Его Инструменты Инструменты Такие Как Душа Носитель Информации Дух Это Кристаллическая Решетка Силовая Которая Развивается Его Носитель Физическое Тело Причем Физическое Тело Видите Как Грамотно Устроен Мир Так Как Суть Вселяется В Явный Мир То Ей Дается Такой Бонус Тело Физическое Может Работать Длительное Время В Автономном Режиме Само Работает По себе Понимаете Пока Суть Не Окрепнет Пока Она Не Придет В Себя А Потом Уже Когда Она Окрепла Она Берет Тело В Свои Свои Бразды Правления И Дальше Более Осознанно Живет И Управляет Этим Телом И Реализуется В Явном Мире Вот Поэтому Конечно Пока Суть Не Окрепла Пока Она Не Повзрослела Там Вот Это Все Автоматизированная Солянка И Вы Если Посмотрите Вокруг Себя Таких Солянок Автоматизированных Полно Смотришь Ему В глаза И Понимаешь Что За рулем Этого Автомобиля Либо Спящий Водитель Вот Либо Его Вообще Пока Еще Нет Он Отсутствует Он Еще Пока Пока Еще Не Взялся За Штурвал Ну Вот Так Так Все Таки Что Такое Жизнь Если Владимиру Ответить Освоение Вот Этой Автоматизированной Солянки И Обучение Ее Управлению Вот Так То Жизнь Жизнь Это Нас Обучение Да Кого-то Или чего-то Такой Процесс Который Может быть В виде Игры В виде Учебы В виде Работы Но Это Обучение Все равно Получение Навыков Каких-то Качеств Для чего Для кого Для тела Или Ну Я же говорю Про суть Я говорил про суть Про то Именно та Энергоинформационная Структура Которая Живет Вне Нашего Времени Пространства И Проявляется В явный Мир Из Другой Мерности И Здесь Реализуется С помощью Физического Тела Ну А где Мы Присутствуем Когда Мы Спим Где Суть Суть Отделяется От тела Личность Расформировается Почему Человек Запоминают Как доказать Что Суть Живет В другой Мерности Очень Просто Вы Сны Видите Такие Которые Вообще К этому К нашему Явному Миру Никак Не Прилепишь Вот И В то же Время Вне Времени Нашего Физического Хронологического Времени Потому Что За Хронологическое Время События Хронологический Ряд У нас Отвечают Нейроны Опять же Того же Головного Мозга Которые Вырабатываются В внутренних Желудочках Полушарий У всех Млекопитающих Они Вырабатываются Для памяти И для Обоняния Они Вырабатываются Всю Жизнь Поэтому Память Физическая Физиологическая У нас Процесс Вернее Это Вырабатываемый Ресурс Поэтому Многие Старики Они Великолепно Помнят Детство Молодость Жизнь А старость Все У них Заканчиваются Ресурсы И они Не помнят То что было Час назад И то что было Буквально Несколько минут Назад Зато очень хорошо Вам расскажут Про свою жизнь Вот Поэтому Мы Если брать Личность То вы можете Совершенно спокойно Вернуться В свое прошлое Взаимодействовать С своим маленьким Ячим Мы кстати И занимаемся Порой на занятиях И И Имея определенную Подготовку Вы можете Заглянуть В будущее То есть Суть живет Во всех временах Одновременно Эта физиологическая Память Пребывает В определенной Точке Пути Вы представьте Что вы Если вы сейчас Вам 35 лет Вы К примеру 50-60 летний Точно так же Можете посмотреть На себя 35-летнего Так же как Вы сейчас 35-летний Можете посмотреть На себя 5-летнего И Взаимодействие На уровне Матрицы души С собой 5-летним Чем кстати У нас Вот В практике Одна из практик Это собирание Своих образов Когда Ты знакомишься С своим маленьким Я Потом с ним Взаимодействуешь Целестворение Подсознание Потом проходишься По своей Сей жизни Сам себя Поддерживаешь Помогаешь Признаешь Прощаешь Принимаешь Все свои облики Образы И собираешь Себя воедино Практик очень много На самом деле Это все делает Суть Это все суть Этим всем Управляет Именно сам Именно То что называет Азм Я есть Я есть Высшее Личности Душа Дух Тело Это всего лишь Инструменты Проявлений Хорошо когда человек Собирает их вместе Тогда у него Получается такой Хороший Собранный Такой аккаунт Который очень много Может сделать В явном мире Здравствуйте Мои маленькие Я Здравствуй Большой Здравствуй Идем дальше Да Вопрос эфира От Антона Здравствуй Коли Всему свое время Значит И для каждого Оно свое И развивается Каждый по своему Почему Не нужно контролировать Инстинкты Коли Это Осознанно А кто сказал Что не нужно контролировать Инстинкты Не знаю Вот вопрос такой Что есть Кто прочитал Инстинкты Как раз Их нужно уметь контролировать Первое время Конечно Они тебя контролируют Но потом Ты должен научиться Их контролировать Понятно Ладно Идем дальше Вопросов много Идем дальше Понятно Вопрос эфир От Гриши Насчет Анорексии И духа Питания Сохраняется ли Оно У прана И солнцеедов И возможно ли Страдающим Анорексией Вернуть Этот Дух Так Ну Что касается Вообще Духов То я бы Сейчас не стал Развивать Данную тему Вот Потому что На мой взгляд Это просто Праздное любопытство Все равно Никто Пока еще Из-за Случающих Ивер Наверное Вряд ли Сможет Взаимодействовать Напрямую С духами Вот Могу только Сказать Что Духа Анорексия Наверное Вернуть Можно Потому что Некоторых Все таки Вылечивают Вот То есть Он Видимо Возвращается Шаманы Вообще Занимаются Этим Всю жизнь Они Договариваются С духом Болезни Вот То есть Это вполне Все возможно То есть Они находят Духа болезни Уговаривают Его Выводят Его Там Показывают Ему Что там Лучше Там На дереве Или там В животном Где-то Выходя Из человека Поэтому Все это Возможно У прана Солнцеедов Он Не нужен Потому что Они перешли Понятно Вопрос Эфир От Хария Где узнать Практики Отреза От предыдущих Саитий С партнерами У меня Харий Узнавай Ладно Идем дальше Вопрос Эфир От Олега Из Иркутска Дорислав Как убрать Из подсознания Скверные Непотребные Современному Уху слова Которые В экстренной Ситуации Например Припади При падении Или при Каком-либо Непредвиденном Случае Автоматические Инстинктины Вылетают Наружу Ой Ёпай Рассатейка И так далее Ёлочки Моталочки Или это Бранные Слова В разных Их Вариантах Имеют Вибрационную Аббревиатурную Составляющую И заложены Нам силами Прави Не зря Вот какой Интересный Вопрос От Олега Из Иркутска Ну Ну В самом В самом деле Просто Чем выше Ваш уровень Контроля Собственных Инстинктов Тем Соответственно Выше И это Да Это как В том же В том же Анекдоте Уважаемый Садите С моего Ботинка Пожалуйста Да Вот Так и здесь Все зависит От Уровня Развития Человека Посмотрите Вот Как ведут себя Люди Разные люди То есть Один человек Живет Инстинктами В основном То есть Он вообще Слабо Контролирует Своё поведение Другой Очень сильный Выдержанный Который Очень хорошо Контролирует Своё поведение Как я уже Привел пример Если вы первому Наступите На ногу То получите Толчок И кучу Матершины Если вы Второму То он вас Вежливо Попросит Хотя боль Будет испытывать Одинаково Один и второй Все зависит От реакции Посмотрите В животном мире Реакция Инстинктивная То есть Это агрессия На боль Или страх А в божественном Мире Это Сдерживание Боли И Принятие Адекватного Решения Вот Поэтому Избавиться До конца Вы сможете Когда вы будете Полностью Контролировать Свои Инстинкты Даже Что касается Автомобильной Темы Многие Замечали Наверное В обычной Последневной Жизни Матом Практически Человек Не ругается Но Стоит ему Сесть в автомобиль Как он Прямо Чуть ли Не сапожником Становится Он начинает Просто На нем Разговаривать Да Здесь Очень важно Понимать Что есть Такая Информационная Матрица Автомобильная Садясь В автомобиль Человек Автоматически В нее Включается И соответственно Пользуется Той терминологией Которая В этом Информационном Поле Есть Если учесть Основная Масса Автомобилистов Это все-таки Рабочие Которые Разговаривают Соответствующим Языком То есть Чем ниже Уровень Социальный Человека Социальный И не социальный А скорее внутренний Уровень Саморазвития То соответственно Чем Тем больше В его Скажем так Лексиконе Именно вот этих Инстинктивных Слов Они действительно Грубо Материальные И они Гораздо Ярче И жестче Но их нужно Использовать Действительно В Нужных Ситуациях Потому что Когда человек Использует Постоянно Они теряют сил Ну то есть Когда Например Там профессор Заматерился Да Ну это реально Вообще Все услышали А когда Тот же Дворник На нем Разговаривает Ну никто Даже уже Внимание Не обращает Вот Поэтому Я думаю Что Эти слова Уйдут У вас Из вашего Лексикона По мере Вашего Овладения Вашими же Инстинктами Ну вот так Значит Теперь в машину Ни ногой Не сяду И хочу Послушать Как вместе Будут стоять Дворник С профессором И разговаривать На доступном Им обоем Языке Заинтриговал Ты меня Ладно Вопросы Реплика В эфир Из ютуб От Кирилла Всем здравия Если я правильно Понял В начале эфира Дорислав Привел В пример Мысль о том Что земля матушка Не нуждается В человеке И может Полноценно Существовать Без него Но ведь Связь между Человеком И землей Не односторонняя А взаимная А это значит Что не только Земля питает В широком понимании Этого слова Человека А также И сам человек Питает свою землю Матушку Ведь земля же нам Родная Значит мы с ней Единого рода И если она Нам матушка А мы ей дети То не глупо Либо предполагать Что мать Себя без детей Своих Будет хорошо чувствовать Если человек Если человек По какой-либо Причине Сгинут С земли Кирилл Ну я хочу сказать Что Здесь Одно без другого Существовать Вполне может То есть Женщина без детей Существовать Может всю жизнь То что она Не выполняет Своё предназначение Это другой разговор Но физиологически То есть В инстинктивном В автоматическом Плане Она может Без людей Существовать Очень даже Великолепно Даже как Женщина Может не рожая Детей Всю жизнь Прожить И здоровье У нее От этого Не убавится Так что Конечно Земля Необходима То есть Жизнь на земле Необходима Потому что Все-таки Жизнь Человеческая Форма жизни Это такая Если посмотрите На земли Нашего Класса Мидгард Посмотрите Вот именно В нашем ключе Они покрыты Такой вот Как вот Как пленочкой Да Это вот такая Прослойка По всему Космосу Которая Связывает Классы Данного Земли Класса Данного Класса С Правью Да То есть Как у человека Точно так же В земосвязь Поэтому Существовать они Не могут Друг без друга Другое дело Что они тогда Не выполняют Предназначения То есть Тело Без разума Жить может Человек в литургическом Сне может Очень долго Прожить Единственное Что Конечно же Он не может Тело не может Существовать Долго Без посторонней Помощи У нее Возникают Пролежни Там и так далее И тому подобное Но существовать Но существовать Тело Тело Физически Может Без сознания Вот и все Вот о чем Вообще Речь идет То есть Механизм Автоматически Запущен Но Дух Не может Суть Не может Без физического Тела Развиваться И тело Не будет Развиваться Без сути То есть Оно функционировать Может Оно даже Может Расти Но Полноценно Развиваться Оно не может Потому что Он будет лежать Просто бревном И все Жить-то оно будет Но разве что Это жизнь Да-да-да Вот Как эти Убили негра Негра Зомби сделали Да Вот Он вроде бы И уже и не живет Но двигается Как-то Ай-яй-яй Убили негра Ладно Идем дальше Вопрос Эфир От Аленушки Здравия Уважаемые Соведущие Очень красочно Описали Что происходит С мужчиной Если он Изменяет жене А что происходит Если на измену Идет женщина Или что происходит С женщиной Которая не имея Мужа Пошла На отношения В треугольнике Благодарю То есть Что происходит Женщина Если она изменяет И что происходит Если женщина Вклинивается В отношения Мужчина и женщина Ну Понятное дело Что женщины На самом деле Мужчины считают Что они Женщины убирают На самом деле Женщины Сферы Свои создают И В эти сферы Попадают Мужчины Вот И Когда происходит Измена Измена Образа Женщины Ну Если Тут про детей Мы не говорим Да То есть Меняется образ Вот Когда женщина Имея один образ Включается В другой образ Во-первых Как мы уже выяснили Женщина же Кормит мужчину Да Если она Не прекращает Этот процесс Он же у нее Так и На уровне души То есть Она на уровне Матки Может у него Принимать Энергию Потому что Образ Сфотографирован И связь Существует А на уровне души То Мужчина У нее Отпечатывается Вот И соответственно Она ему Там силу Отдает То есть Чем больше Мужчин У нее Тем быстрее Она разрушается Физиологически Вот Потому что Эти образы Во-первых У нее Внутри Начинают Входить В противоречие Вот Чем разбивая Ну и соответственно Они же силу Тянут Вот То есть Она теряет Силу Здоровье Вот Поэтому Может быть Когда там Два-три Незаметно Но со временем Становится Если больше Поэтому Девушки Легкого поведения Они долго Не живут Потому что Там действительно Нарушается Идет Противоречие Во-первых На уровне Образов Во-вторых Это же сила Она ее Источает Чем больше Мужчин Тем больше силы Она расходует Ну и соответственно Теряет жизнь Хотя Хочу сказать Что женщины Бывают Разные Вот Та же Федора Например Императрица И жена Там Какого-то Из императоров Вообще Была Известная Так сказать Путана Которая Прошла Там Столько Всего И ничего Под конец Жизни Вообще Императрицей Стала Ну там Византии У них Там все Возможно Вот Так что В любом Случае Измена Образа Это Ну Ведет Чисто Физиологические Проблемы А во-вторых Женщина Теряя Или Ломая Чужую Семью Ну Вообще Если говорить Вот О тех О том Что сейчас Происходит В нашем Обществе Это происходит Сплошь и рядом Вот То Наше общество Как раз Во многом Живет Именно Инстинктами Вот Потому что У животных Вообще Редко У кого Из животных Есть Прочные Семейные Связи В основном У них Есть Брачный Период В который Они Соединяются Скрещиваются Плодворяются И потом Расходятся Вот Основная Масса Людей К сожалению Сейчас Пребывает Именно В таком Состоянии Вот То есть Устория Разрушены Вот И соответственно Человек Живет тогда Инстинктами Вот А там Все эти Связи Они Ну Они конечно Действуют Однозначно То есть Образы Накапливаются Дети Рождаются Как у Той же Собачки Всех цветов Собак Которые Живут На улице Да Вот Ну и Самое главное Что Такие Женщины Которые Меняют Мужчин Они Выглядят Потрепанные Такие Вот То есть Разрушение К ним Приходит Быстрее Чаще Да 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 Ладненько Ладненько Идем дальше Вопросов Еще Много Вопрос Эфир В Ютуб От Егора Из Барнаула Дорислав Какие травы Растения Развивают Интуицию Что Такое Интуиция Это Ты меня Спрашиваешь Или Надо Егора Спросить Из Барнаула Он подразумевает Под интуицией А потом Уже Нужно Конкретно Говорить Какие Травы И растения Развивают Интуиция Я так Понимаю Это Чутье Чутье Бывает Чутье Бывает На уровне Животного Опять же Смотря Что Ты Хочешь Почувствовать Волк Чует Добычу Олень Чует Траву И чует Волка Вот Что Конкретно Человек Хочет Чуить Вот Для чего Это ему Чуйка Это Если он Живет В лесу На уровне Инстинктов Там ему Нужна Чуйка Для того Чтобы Охотиться Чувствовать Чуить И Чувствовать Тех же Животных Если вы Хотите Развить В себе Чуйку Травы Какую Можно Есть Какая Трава От чего Я вам Скажу Как она Развивается Как ее Раньше Развивали Когда Брали Молодежь Подростков В лес Бабы Девочек Отдельно Мальчиков Отдельно И с ними Там старики Строили Городки И вот Первый день Они Что делали Они Проверяли Что есть Можно Что нельзя Они начинали В лесу Пробовать Все на зуб Вот Первый Второй День Их Полоскало А потом Они уже Знали Какие Корни Можно Есть И Какие Нельзя Вот Чуйка Развивается Как Хорошо Вот Поэтому Скажу Честно Для Каждого Вида Чуйки Свои Растения И свои Травы Вот Если уж Так Говорить Но Скажу Честно В травах Я пока Не силен Потому Что Мне Пока Данную Информацию Еще Не давали Она Приходит После 50-60 Лет Поэтому Спрашивайте У Продвинутых Травников Вот Так Понятно Вообще Предлагаешь Бразильскую Систему Ешь Все подряд Если Останешься Жить Все Будет Хорошо Понятно Есть Тонз Ест Да Кто Ему Да Понятно А это можно есть Можно Ну Отравишься Хорошо Ладно Ладно Добрый ты сегодня Щедрый Прям Щедрый Вопрос в эфир От Данила Здравия С ведущим Дарислав Возможно Вопрос покажется Шуточным Но и серьезным Но все же Наблюдал ли ты В дальнем Своем Окружении Наличие Повадок Поведений Человекоподобных Существ С рептильными С рептильным Разумом Согласно Терминологии Американского Ученого Пола Маклина Или же В той Трактовке Дарислав Ты как сам Понимаешь Этот термин Благодарю За ответ Интересно Очень Интересно Интересно Ну Хорошо Так вот Если брать Рептилии Рептилии У нас Являются Кто Крокодилы Рептилиями Являются Ящерицы Вараны И Повадки Поведения Крокодилов Ящериц Змеи Тоже Рептилии Да Ну в общем Наверное Да Или зимоводные Кто Ну Змеи Присмыкающиеся Да Поэтому Во-первых Рептилии Какие у них Повадки Вот Крокодилов Повадка Сидит на дне Ждет пока Корова мимо Проплывать будет Поймал Съел То есть Он сам не съест Ему друзья нужны Если корову То не съест Рыбку Заглотить Может А вот корову Драть приходится Там они крутятся Я знаю Они же там Ее подтапливают Еще То есть Сначала Затащить Утопить Потом Подплывают Добрые ребята Держат Кто-то крутится Кто-то Вырывает У них там команда Целая Такая банда Вот повадки Ну медведь делает То же самое Он тоже любит Подтушить Тоже там Корову Задерет ее Где-нибудь Припрячет И тоже ее Подтушит То есть Ярко выделенные Рептильные Признаки Повадок Можно наблюдать В сказках Кстати Вот То есть В природе Сложно Вы их выделите А вот в сказках Выделить их Можно То есть Это у нас Драконы Это у нас Змей Горыныч Вот Их поведение И повадки И Коль уж Они представлены В наших сказках То Соответственно Они Наверное Я даже уверен Что они представлены У нас на земле Потому что Земля у нас Такая Очень такая Серьезная Солянка Из всяких Живых существ То есть Я всегда говорю Что земля Это вот Фильм Люди в черном Это реальные события Происходящие на земле Вот Поэтому Но в моем окружении Я если честно Повадок Рептилоидов С их разумом Поведением Не наблюдал Хотя вот Судя по тому Что делают врачи Очень даже похоже на них Именно на рептилоидов Потому что Во-первых У них Значит Сама эмблема С змеей Да Вот Они не зря показывают Что мы Вот мы здесь И во-вторых Они так подробно Расписывают Расчленяют Разбирают Экспериментируют Тело человека Это говорит о том Что генетической Наследственной памяти У них нет Почему Целителю Не надо было Разбирать человека По запчастям Потому что У него была Генетическая память Наследственная И он Он знал Что для того Чтобы исцелить Человека Ему необходимо Поправить Ту или иную Программку Программку Можно поправить Словом Наговором Травкой Там Или еще чем-то Программка Выравнивается И механизм Человеческий Начинает продолжать Дальше работать У этих Этой информации Нет И поэтому Они постоянно Экспериментируют Проверяя Так или иначе Выявляя Те или иные Программы Те или иные Человеческие Свойства Как человек Ведет себя При этих Лекарствах При вот этих То есть Они на самом деле Действительно Не лечат Человека Они Экспериментируют Над ним Как он Поведет себя Вот в этой ситуации А вот если Вот это вколоть Как он Вот так Будет вести И постоянно Собирает Статистику Вот Вмешиваются В процесс Деторождения То есть Они Везде Вот они Лезут Вот это На мой взгляд Мое личное Такое Вот мнение Это натуральные Рептилоиды Поэтому в больницу Если ты пошел Лечиться То хорошо Если ты знаешь Что тебе надо Вылечить Тогда у тебя Есть шанс Вылечиться Если ты сам Не знаешь Если ты свой Организм Не разобрал По полочкам И не выяснил Что у тебя болит То к ним Лучше не ходить Потому что Они тебе за столько Найдут там Всего Что Ну Оттуда Здоровым Ты точно Не уйдешь Поэтому Вот я считаю Так Короче Залечат Идем дальше Вопрос эфира От Олега Да От Олега Из Иркутска Богов есть Мужская И женская Природа А как Насчет Среднего Рода Который Присутствует В русском Языке Применимо Ли Такое понятие Для высших сил Благодарю Для высших сил Мужское Женское Средний род Применимо ли Для высших сил Оно мое Оно мое Ярило Солнце Оно мое Но он Мужское Начало Огненное Земля Она моя Женская Ну Вы хотите сказать Есть ли в природе Гермафродиты Есть Всяко разные Нет Среди боков Там уточнение Вот Среди богов Ну Среди наших Не знаю А среди народных Говорить не буду Вполне возможно Вот Когда говорят Адам родил Там Кого он там родил Того-того Адам там Никого не рожал Рожала Ева С Адамом Ты погорячился Ну Вот как в Библию Если редкий завет Брать У них там Женщины не присутствуют Там у них Яков того-то Да и так далее Там понятно Там у них Такая идет Линия Интересная Вот Поэтому Ну Они существуют По всей вероятности Действительно Вот Так же существуют Как и гермафродиты В природной среде Я думаю Что существуют И человеческие формы жизни Ну а Коль есть гермафродит Черно-человеческой форме жизни Значит У него есть и бог Гермафродит Я сказал Наших нет богов А про других Говорить не буду Хорошо Ладно В общем Среди наших Нет Все А про других Пускай разбираются Те Чьи это боги Из Ютуб Александр Гуськов Вопрос Пришли Осознанность И понимание Начал заниматься Собой Убрал из жизни Алкоголь Табак И как найти себя Александр Гуськов Пять лет мучаюсь В поисках Вроде все хорошо Жена трое деток Квартира Правда в ипотеку Автомобиль Собираемся строить дом А вот Как говорят Чего-то не хватает Не все Так-то по душе Пять лет мучаюсь В поисках Вроде все хорошо Жена трое деток И так далее В общем Что-то Не по душе Что-то идет Не так У Александра Что подскажешь Ну найди что-то по душе И все Тебе же только по душе А что по душе Ну у них же семья Уже дети Автомобиль Квартира Деятельность какая-то По душе Вот если брать Уровни предназначения Да То есть вот Как найти свое предназначение Есть несколько классификаций Первое Ну во-первых У нас У всех Есть Ответственность Я не люблю слово Долг Я Я все-таки Больше пользуюсь Словом ответственность Первая ответственность Это перед родом Коль тебе дали Возможность воплотиться Создай семью И дай воплотиться Другим То есть В этой жизни Вообще Вообще В нашей жизни Как мы вот Разбирали закон Вернее Как сказочные образы Да Рассматривали То есть Есть Закон баланса То есть Невозможно Что-то взять Просто так А род Потратил Определенное Количество Сил и Времени На то Чтобы создать Ваше тело И возможность Вам воплотиться Соответственно У вас Есть Ответственность Перед родом Отплатите Ему Тем же Первое Вторая Ответственность Перед социумом То есть Перед народом Все мы Существа Социальные Так или иначе Кто-то Обеспечивает Наше Мирное Существование Кто-то Стоит на Горнице Кто-то Ловит Преступников И так далее То есть Есть Социальные Службы Вот Если хотите От всего Этого Избавиться И проверить Как оно Хорошо Или плохо Сколько Вам дает Социум И сколько Он у вас Забирает Поживите В тайге Где нет Скорой помощи Нет Мобильного Телефона Интернета Вообще Близких Нету Там только Медведь Может прийти В гости И вот Когда у вас Что-то Случилось Колики В животе Вдруг Ни с того Ни с сего И вот Тут вы понимаете Насколько Социум Вообще Вам дает Что Или не дает Вот То есть У нас Все равно Деятельность Связана Должна быть Так или иначе Она должна Приносить Пользу Социуму Иначе Вы не будете Получать Доход Если это Ваше дело Вы не будете Получать Зарплату И так далее То есть Деятельность Должна Так или иначе Быть Социально Значимой Поэтому И само Понятие Муж Чин Муж Это то Как вы Реализуетесь В семье Чин Это то Чего Вы добиваетесь Социум Далее У нас Есть ответственность Перед матушкой Землей Которая Нас Породила Которая Нас Кормит Поет Соответственно Должна Быть Какая-то Деятельность Связанная С охранно Природными Действиями То есть Какие-то Социальные Какие-то Общественные Организации Там Уборка Мусора Посадка Деревьев То есть Вы как-то Все равно Должны Хотя бы Душой Понимать Что матушка Земля Нас Кормит Одевает И у нас Есть перед ней Ответственность Если вы Этого Не понимаете То она Все равно Будет с вас Брать Дань В виде Здоровья Вот Если вы Добровольно Отдаете То ваше Здоровье Будет У вас Хорошим Если вы Не хотите Ничего отдавать Вас все равно Возьмут В принудительном Порядке Соответственно И четвертое Это предназначение Или ответственность Перед самим собой Это уже Личностное развитие Которое Обязательно И вот Человек должен Свою деятельность Таким образом Выстроить Чтобы все Четыре Ответственности У него Выполнялись Если Какая-то Из них Не выполняется Вот судя по Александру Дети у него Есть То есть Перед родом У него ответственность Его не мучает Дальше Автомобиль Дом Строить собирается Значит Социально У него тоже Нормально все Если у него есть Средства материальные Ему не хватает По душе Личностного развития Вот он должен Найти себе То Тот путь Ту реализацию При котором Будет участвовать В этом душа Творчество Вот Он не заявил О том Что ему не хватает Что-то в плане управления То есть в плане духа Именно то Что По душе То есть Укорделие Творчество Какое-то Конкретное Вот Еще есть Предназначение Которое приходит С человеком Из прошлой жизни То есть То что он В прошлом Не реализовал Это прописывается В матрице души И в данной жизни Оно Как и Вот Желание Изнутри Пока человек Его не найдет Причем Это реализуется Следующим образом Вот Преемственность Воплощения Она похожа На преемственность Дней Когда вы утром Просыпаетесь То вы Восстанавливаете Все что было У вас Отпечаток Тот который Фотографируется Вечером Кто вы Что вы Где вы Как вы Внутреннее Внешнее состояние И все способности Которые у вас Были наработаны На вчерашний день Они у вас Автоматически Восстанавливаются Сразу А вот Те которые Не наработали Которые вы Планировали Вот с вечера Сделать Они у вас Не наработаны Но желание В них Реализовываться Самое большое Поэтому Когда человек Рождается Вот первое время Он восстанавливает То что у него Было По матрице души Но Получив это Его уже Это не сильно Радует А вот То чего В чем он Хочет реализоваться Это у него Не сразу Получается Не дается Ему с трудом Но радости Он от этого Получает Гораздо больше Поэтому говорят Что жить нужно По сердцу По той информации Которая находится В матрице души Поэтому Александр Ищите Занятие Которое Примет Ваша душа Вот и все Понятно Все очень просто Можно пойти Проще Обратиться К вам На индивидуальные Занятия Мы там Это все Разберем Посмотрим И Подскажу Самому Хорошо 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 Идем дальше Вопрос эфир От Олега Из Иркутска Является ли По твоему мнению Лень Праздность Инстинктами Человека Инструментом Нижних чакр И даны Людям Не зря И при разумной Дозировке Они востребованы В определенных Жизненных ситуациях Или это Это исключительно Инструмент Темных сил И кроме Деградации Ничего народу Не несет Благодарю Ну Во-первых Олег Все что в этом мире Есть Это Исключительно Инструмент Для вашего Созидания И для вашего Совершенствования В том числе Лень И праздность Вот А откуда Они идут Из нижних чакр Или из верхних чакр Ну Лень Сложно Сказать Вот У животных Лень проявляется Например Когда Когда Хищник Ленится Вот У копытных У них вообще Лень не проявляется Никак Они все время Едят У них инстинкт Все время Заставляет их Двигаться Они постоянно Переваривают Перерабатывают Траву Вот Даже когда Жвачные животные Лежат Они все равно Пережевывают Траву Которую До этого Наели Вот Единственное Полениться Могут Только Инстинкт У хищников Вот Он наелся Съел Оленя И Ленится Пока Он у него Переваривается Как Когда Он у него Переварится Все Лень Закончится Поэтому Можно Сказать Что Да Действительно Лень Является Инстинктом Вот Поэтому Человек Тоже Иногда Когда Наестся Плотно У него Все силы Уходят На переваривание Пищи Потому Что Потребление Пищи Очень Интересно Тем Что Оно Дает Внешнюю силу Но Отбирает Внутреннюю силу Поэтому Когда Человек Все есть Много То У него Очень Много Внутренней силы Уходит На Переваривание То Есть На Адаптацию Той Информации И той Пищи Которая У него Вовнутрь Поступила Потому Что Оно В любом Случай Для него Чуждо Стихийно И Организму Нужно Ее Адаптировать Для Собственных Нужд Что Касается Праздности Праздность Ну Это Тоже Можно Сказать Инстинкт Да Совершенно В последнее время Оно появилось Называется Кайфажеры Вот Их Особенно В городе Много Кайфажеров И Кайфажер Может Проявляться В чем Угодно То То Это Может Быть Кайф От Наркотиков От Автомобилей От Красивой Одежды Но Кайфажер Он Хорош Когда Есть На чем Кайфовать То Когда Человек Получает От Жизни Все То То От Богатых Родителей Получил Сам Он Ничего Этого Не Делал Не Производил Вот Тогда Кайфажер Кайфажер Вообще Можно Сказать Что Это Это Тоже Наверное Инстинкт Это Тоже Определенного Рода Дух Потому Что Ведь Не зря Говорят Что Собачек Перед Выступлением Не Кормят Вот Потому Что Наевшись Собачка Ему Делать Не Будет Соответственно В Природе Все Так Устроено Что Там Им Постоянно Нужно Чем Двигаться Вот Праздность Действительно Может Появиться Только Когда У Тебя Все Есть Вот И Когда Дух У Человека Не Развит А Есть Только Инстинкты Он Наедается И Все И Он Ничего Больше Делать Не Может Вот И Когда Дух Развит Тогда Человек Все Время Реализуется В Чем То Вот То Есть Уже Инстинкт Потребление У него Не Первичен Когда Человек Низко Развит Еще Только Инстинкт Да У него Инстинкт Потребления Он Первичен Он Наелся Больше Делать Ничего Не Хочет Вот Так Что Все Это Инстинкты Тоже Природного Мира Так Сказать Понятно Понятно Идем Дальше Вопрос Эфир Из Ютуба От Егора Из Барнаула Дорислав Что Вы Думаете Про Зеркала Козырева Диоген Тоже Медитировал В Бочке Ничего Не Думаю Вообще Мы Эту Тему Не Поднимали На Этой Лекции Поэтому Идем Дальше Не знаю Как он Связан С данной Темой Вопрос Вдруг Там В Мир Прави Зеркал Ну Ладно Нет Значит Нет Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Не Вся Зло Во Зло Бывает А Иногда И во Существует Как И Существует Вместе С ним Антиобщественные Деяния И поступки Убийства Изнасилования Геноцид Аборты И так далее Но Часто Я Дорислав Слышу В эфирах Радио Соведущих Шизотерическую Безпринципную Циничную Всеобъясня Ловку Господи Боже мой Что Якобы Все В мире Яве Происходит По воле Высших Сил И существует Некий Саморегулирующий Закон Кармы И что Люди Которые Творили Подобные Зверства И деяния В прошлой Жизни Вот таким Образом Им Воздаются За Содеянные В общем Если Таких Мудрецов В кавычках Воспринимать Буквально То можно Смело Убивать Грабить Воздавать Так сказать Направо И налево Как ты Распакуешь Такое Понятие Как Зло Благодарю Видишь Сколько вопросов В одном От Олега Тут Вот сейчас Я чувствую Что Драктация Здесь писать Ответ Еще На полтора Часа Займет Котенька На часика Три Что касается Зло В данном Понимании Я так понимаю Что Значит Сейчас Начало Вопроса Олег То что Он сейчас Сказал Он Убийство Изнасилование Геноцид Аборты Убийство Значит Инстинкт Охоты Волк Убивающий Оленя Он даже Не задумывается У него нет Такого понятия Он просто Кушает Причем Это любовь Это животное Любовь Если вы Внимательно Посмотрите То у животных Любовь Проявляется Именно В виде Поедания Я тебя Люблю Поэтому Я тебя Ты очень Вкусный Я тебя Съем Изнасилование В животном Мире Но Там Изнасилование Не происходит По одной Простой Причине Вот Потому Что Там Устроено Все Очень Четко Но Опять же Если Олень Главный В стаде То Подросшая Молодая Скажем так Олениха У нее нет Выбора Любит он Его Не любит Он все равно Ее Плодотворит Соответственно В этом В природе Опять нет Такого Понятия Как Изнасилование Геноцид Это Уничтожение Одного Вида Другим Вы Знаете Вот Опять У тех Животных Как Правило Если Убивается Самец Убивается Его Детеныш Это Тоже Инстинкт Это Инстинкт Выживания Сильнейшего Вида Вот Устроено Так Ну А По Поводу Сознательных Абортов Опять же Есть Такой Интересный Инстинкт Но Это Не Аборт Наверное Когда Птички Если Вы Внимательно Смотрите Канал Дискавери Не знаю Очень маленькая Какая-то Птичка Даже Вот Я смотрел Передачу Действительно Когда Одну Значит Самочку Осеменил Самец И тут же Подлетел Другой Самец Он Своим Клювом Раскрыл Ей Вот Логину Оттуда Там Вот Удалилась Так сказать И он Ее Еще раз Осеменил Поэтому Друзья Мои То Что Для Животного Мира Является Естественными Состояниями В нашем Мире С позиции Правии Совести Если Это Не контролируется Это Преступление О чем Я и сказал Неконтролируемая Охота У нас Называется Убийством И грабежом Неконтролируемый Инстинкт Размножения У нас Называется Изнасилование Неконтролируемый Инстинкт Выживание Вида У нас Называется Геноцид То есть Это То Это Проявление Инстинктов В Человеческом Сообществе Неконтролируемых То есть Излишества Поэтому Говорить О том Что Это Не Высшие Силы Или Высшие Кто Создал Природу Высшие Силы Кто Создал Человека Высшие Силы Мы Живем Вот Я Вам Об этом Сегодня И говорю Что Мы Живем Как раз В этом Мире Мы Соединяем Его Инстинкты И Правь Поэтому Наша Задача Находиться В состоянии Баланса Уберите У людей Инстинкт Размножения Не будет Изнасилований Но и не будет Продолжение Жизни Уберите У людей Охоту Не будет Убийств Но и Тогда Не будет Вообще Ничего Человек Тогда вообще Делать Ничего не будет Он вообще Не будет Никак Себе Никаким Образом Он даже Делать Ничего Не будет То есть Уберите Инстинкты И Как таковая Жизнь Рассыпется Потому что Инстинкты Являются Неотъемлемой Частью Нашей Жизни Как мы Вначале Говорили То есть Земля Не может Существовать Без Людей Вроде бы Когда Хотя Может Земля То есть Физическое Тело Без Разума Долго Существовать Не будет Если Его Не Перекладывать Оно Пролежнее Оно Рано Или Позже Оно Погибнет Поэтому Наша Жизнь Именно В этом Состоянии Именно В этом Мире Она Она Зависит От Двух Миров От Инстинктов И От Правей Совести Поэтому Культура Прежде Всего Должна Уравновешивать В Человеке Эти Два Начала Поэтому Зло С Нашей Точке Зрения Это Неконтролируемые Инстинкты Но Ведь И Поспешная Святость Когда Человек Не выполнив Не предназначение Обрыв Связи Вот То есть Человек Который Раньше Времени Погнался За святостью Не выполнив Вот этих Предназначений Отказавшись От инстинкта Это тоже Зло В этом Тоже Нет Ничего Хорошего Поэтому Эта Передача Направлена На то Чтобы Вы Осознали В себе Эти два Начала Держали Их В балансе Тогда В вашей Жизни Не будет Зла Ни в Одну Сторону Ни в Другую Вот и все Я хочу Тоже Добавить Олегу Дело В том Что Да Часто Можно Слышать И не Только У нас Различные Варианты Рассказа О том Что Будет Потом И Почему Не надо Делать Сейчас Есть Разные Люди С разным Уровнем Понимания Этого Мира Кто-то Живет По совести В ладу С природой Ему Эти разговоры Вообще Не нужны Он Никогда Не будет Уничтожать Деревья Никогда Не будет Портить Землю Никогда Не будет Делать Зла Людям Он Всегда Будет Сеять Добро Всегда Будет Относиться С пониманием Ко всему Что Есть Это Ведическое Мировоззрение Ведическое Устройство Психики И Оно Передается Нам Породу И Вот Если У вас Живой Род Если Породу Это вам Передано То В этом Случа Все нормально Все Хорошо Вам Никакие Рассказы Про то Что вас Ожидает Потом После Смерти Или В новом Воплощении Не нужны Для людей Которые Не живут По роду Не живут По ведическим Взглядам На этот мир Им Необходим Какие-то Тормоза Чтобы Они Здесь Ничего Не натворили То есть Если Призывают К совести А он Не понимает Что такое Совесть То Он Начинает Его Как-то Припугивать Рассказывая Сначала Мягенько Рассказывая О том Что Ну Вот ты же Не один раз Живёшь И тебе Предстоит Сюда же Вернуться А ты Вернёшься А лес С тобой Вырублен Ты сюда Вернёшься А вода Отравлена Ты сюда Вернёшься А земля Она больше Не плодоносит Вот как ты Будешь жить И те У кого Хоть чуть-чуть Сознание Работает И сознание Хватает За что-то Светлое Они-то Понимают Им Этот уровень Достаточен А есть Те Которые Этот уровень Не понимают Тогда включай Следующий уровень Хорошо Ты Сюда Не вернёшься Но ты Будешь жить Вечно А в этом Случае За все Грехи Которые Ты здесь Совершил Необходимо Будет Там отвечать И тебя Там будут Парить Жарить Юлками В задницу Тыкать И так далее В общем Весёлая Жизнь Тебе Обеспечена И тогда Человек Включает Уже Боязнь Страх И он Живёт В самоудержании Перед Неким Страхом Чего-то Такого А те люди Которые И в это Не верят Для них Есть страх Земной Ещё более Низкого Уровня Например Дяденька Милиционер Придёт Он с тобой Разберётся Ты вот это Сделаешь Придёт Участковый Оштрафует Тебя Ты это Сделаешь В суд Попадёшь На 15 Суток Ты вот это Сделаешь В тюрьму Тебя посадят Или там Ещё Куда-то Вот Поэтому Для каждого Уровня Сознания Существуют Свои уровни Понимания И через Понимание Свои образы Которые Доносятся Чем ниже Уровень Тем более Острые Более Понятные Более Группые Эти Формы Эти Образы Чем выше Сознание Тем Образы Более Лёгкие Более Понятные На другом Уровне И Это всё Связано С генетической Основой А генетическую Основу Можно Например Своей жизни Уничтожить Через алкоголь Через табак Другие наркотики И мы Видим Что когда К примеру Папа с мамой И бабушки Дедушки Прекрасные люди Добрые Светлые Хорошие Но что-то Вот пошло Не так И родился У них Ребёночек Который Стал употреблять Где-то там В плохую компанию Попал Стал употреблять Эту всю ерунду И в конечном Итоге Что происходит Он превращается В человекообразное Существо И всем кричит А у меня папа академик А у меня мама учёная А у меня бабушка И так далее Он всё время Хвастается кем-то Кем-то из своей родни Кем-то из своего прошлого Он сам Полный ноль Для этой жизни Мало того Он ещё С отрицанием То есть Не просто ноль Он ещё отрицанием Он уничтожает жизнь Он нежить Он разрушает себя Разрушает весь этот мир Так что Это всё Надо понимать И поэтому Когда ты слышишь Какие-то разговоры Про то Что вот Вас ожидает что-то Может быть Эти разговоры Не для тебя В прямом этом смысле Может быть Они тебя Ничему не учат Эти разговоры Может быть Эти разговоры Для кого-то Из своего окружения Или чтобы ты Мог кому-то Что-то донести По его уровню Сознания Так что Не надо Так всё остро Воспринимать Как-то так Идём дальше Вопрос эфир От Геннадия из Твери Дорислав Здравия Можно ли самому Узнать Что делал И кем был В прошлых воплощениях Можно Хороший ответ Идём дальше Да Но для этого Нужно научиться Своё читать Матрицу души То есть Научиться Чувствовать Как Та или иная Информация Откликается Ну а вообще Всё-таки Данными практиками У нас владели Волхлы И Ну Надо Это Это Нужны необходимые Такие способности То есть Умение ходить по силе И Привести пример Можно очень просто Вот Наше Зрение Работает Определённым образом Физическое Да То есть Говорят Вот там Свет попадает Там На роговицу Там В общем Физиологически Там Как-то он там По нервам Передаётся Если Если взять Взять Физику То получается Что наши глаза Это Своеобразные Радары То есть Это Излучатели Которые Излучают Волну Она Долетает До объекта Отражается И приносит Информацию О объекте Причём Несущей частотой Является Свет Вот выключите вам Свет И вы ничего не видите Хотя у вас там Всё работает Всё хорошо Но несущей частоты Нет И всё Некоторые люди Умудряются Воспитывать В себе Вот этот Излучатель Они увеличивают Его настолько Что даже В отсутствии Света Они находят Минимальные Источники Света И всё равно Что-то видят Какие-то силуэты Точно так же Можно ходить По силе И видеть Третьим глазом Челом Ведь чтобы увидеть Что происходило Как происходило Необходимо Раздвинуть Рамки Скажем так Пространства И для этого Необходимо Чтобы были Качественно настроен Телевизор Внутренний Иначе Ты просто там Ничего не увидишь Причём Увидеть-то можно Опять же Подтверждение того Что это именно Твоё Должно быть На уровне души Потому что Экстрасенсы Сейчас Многие Со способностями Видят они много Слышат много А что это конкретно И к кому это относится Ну Битва экстрасенсов Доказывает Что порой Это пальцем в небо А чтобы это точно Было твоё Это должна подтвердить Душа Потому что Ты же её будешь читать И поэтому Душа подтверждает Твоё это или не твоё Вот и всё Учись И будешь Делать всё то же самое Учись И станешь учёным Вопрос В эфир От Антона Именно речение Убирает Энергосвязи От ошибочных Саитий И прочую Скверну Привороты И так далее Благодарю Ну она часть Конечно убирает Но не всё Всё до конца Особенно Саития Невозможно То есть полностью Очищать матрицу души Именно речение Не очищает Конечно Такие мощные Там энергетические Привязки К эгрегорам Оно может снять Вот И давая Новое имя Человек получает Новое качество Новую судьбу Вот То есть новый путь Соответственно И это В том числе Увеличивает Его Отделение От других Эгрегоров Выход Из Системы Какой-то Вот Но чтобы полностью Всё очистить Нет Не очищает Понятно Идём дальше Реплика в эфир Из Ютуб От Кирилла Благодарю За ответ Дагдарислав За земельку Отвечать Возьмёшься Что она Не нуждается В детях своих За это Ты им отметишь В человеках Слушай дальше В человеках С большой буквы Я вот За неё Готов Ответить Но сердцем Чувствую Что ей плохо Будет Если Не будет Рядом с ней Тех Кто её Будет Кто ей Будет Дарить Свою Любовь А кто Если не Человек Или Высшее Ведает Суть Любви И может Ею Одарить Свой Окружающий Мир Благодарю Желаю Добра Ну Я даже Не знаю Ты же тут Сам Всё Ответил На все Вопросы Затвечать За землю Ну Я и так Стараюсь За неё Отвечать Вот Нет Нет Там вопрос Был Ты ответишь За свои слова Что земля Не нуждается В человеках С большой буквы Не нуждается Ну Я хочу сказать Что я отвечу За свои слова Судя по тому Сколько у нас Здесь кратеров Сколько у нас Здесь карьеров Сколько у нас Здесь всего Здесь натворили Люди С большой буквы Вот С других земель Они её так любили Они её сгрызли Всю Они Бог сломали Они ей свернули Ость Что она уже 15 тысяч лет Никак выровнится Не может Любили они её Очень Очень сильно Причём В разных позах И постоянно И постоянно Они её любят И до сих пор И нефть И нефть И нефть И газ Любят И копают Роют Всяко-разно Любят Она их терпит Поэтому Вот Не знаю Ты у неё спроси Если сейчас Людей убрать отсюда Она скажет Ой 1015 бы отдохнула С радостью Мне интересно Вот этот вот Кирилл Зам Это женат или нет У него есть жена Которая носила чада И когда она рожает Ребёнка Она говорит Слушай Ну прямо вот Прямо как крылья За спиной выросли Потому что Рожать Это беременность Это тяжесть И Это вложение Больших Большого количества сил И не всегда Дети отплачивают Благодарностью Вот Поэтому Я говорил О чисто физиологическом Выживании Земля может жить Без людей С большой буквы С маленькой буквы И причём Прекрасно будет жить То что она не выполняет Своё предназначение Ну это другой вопрос Поэтому она не живёт Без людей Но физиологически Они жить могут Потому что Это автономная система Запущенная Когда-то древними Чтобы мы Бестолковые Жили В благости И сытости И ни о чём Особо не думали Вот и всё Согласен с тобой Что Земля Полностью автономный Организм Она может существовать Долгое время И без хозяев Потому что Программа Правильно запущена Правильно действует Но не всегда Хозяева Приходящие Как хозяева Остаются хозяевами Многие Становятся паразитами К сожалению Вот сейчас У нас Большинство людей На мой взгляд Далеки От такого Уровня Хозяйского Далеки И то что ты сказал К сожалению Так оно На мой взгляд И есть Поэтому Если Земля Останется Без Населения Человекообразных То Она будет Продолжать Существовать И будет Продолжать Жить И будет Продолжать Развиваться Но После того Как она останется Без Человекообразных Я думаю Что Будет Найдена Возможность Для Земли Для того Чтобы Населить Её Новыми Хозяевами Для того Чтобы дать Возможность Дальше Продолжать Быть Матерью Да По тем же Сказаниям Сколько Разрушенных Земель А вон Та же Дэмон Которая В пояс Астероидов Превратилась А тот же Марс У которого Орбиту Снесли Вернее Не орбиту А атмосферу Так что Люди С большой Буквы У них И Разрушения Очень Большие Да Как и не все Кошки Серые Так и не все Буквы С большой Буквы Люди Большие Буквы Одинаковые Ну что ж Эфир Давай уже Будем заканчивать Последний Вопрос Реплику Мы с тобой Зачитали Которая Поступила В чате Народного Славянского Радио И я Предлагаю Тебе В заключении Что-либо Сказать По теме Двойственность Мира Инстинкты И правь Чтобы душа Развернулась И Как-то Жить Стало лучше На этом свете Я возьму С тебя Пример И таким Простым Русским Языком Скажу Друзья мои Живите По совести В ладу С природой Не нарушайте Заповеди Которые Даны Вам Ведах Вашими Богами Покровителями Рода Вашими Предками Многомудрыми Которые Прописаны Ведической Культуре Не забывайте О том Что вы Потомки Рода Небесного То есть Того Рода Который Спустился С небес На Медгард Землю И у вас У всех Есть Великие Предки Будьте Достойны Их Чистотой Телес Чистотой Души И чистотой Мыслей Своих И помните Прежде чем Принимать Решение Подумайте А как бы Бог поступил На вашем Месте И только После этого Принимайте Решение И действуйте Если вы хотите Стать Богами Ну вот так Благодарю тебя Хорошие Добрые Слова Мне остается Хоть раз Другать Да Да Так на душу Что-то теплое Хорошее Полилось 8 февраля Сегодня 2017 года Среда По одному Из современных Календарей 19-й день Месяца Юка Служи 7525 Лета Асьмитса По другому Календарю Древнему По одному Из древних Мы обсуждали Тему Двойственность Мира Инстинкты И правь Обсуждали Вместе С автором Сказителем Дариславом Стариковым Обсуждали Вместе С нашими Радиослушателями И Зрителями Нашего Канала В Ютубе Благодарю Всех За активное Участие За Те добрые Слова И реплики Очень хорошие Правильные И вообще За то отношение Которое Сегодня Уважительное Было Как и В общем-то Очень часто В этих Чатах Никто Ни на кого Не Настраивал Пики Никто Никому Грубости Не говорил А это Радует Это Говорит о том Что Радио Объединяет Людей Это Говорит о том Что Мы сеем Вечное Светлое Доброе И эти Зернышки Начинают Прорастать Раста Кто Быть Державе Быть Добру На 7 Я с вами Прощаюсь Народное Славянское Радио Все Нужно Все Важно